Валентина Николаевна Кузнецова Тема доклада «Образы птиц в древнерусских подвесках». Пожалуйста, Валентина Николаевна. Добрый день. Такая орнитоморфная тематика. В реальности, конечно, вообще история изучения древнерусской металлопластики, заморфной и орнитоморфной, она насчитывает наверняка уже где-то полтора столетия. С конца XIX века эта категория материала являлась очень притягательной сферой исследования. И был выпущен целый ряд фундаментальных работ, более мелких исследований. И за вот такой большой промежуток времени, с конца XIX до начала XXI века, за многими из разновидностями древнерусских подвесков, в основном датирующихся XI-XIII веками, закрепился номинатив «Уточка». То есть, несмотря на то, что вся совокупность украшений, она очень вариативна, вот такое определение подвеска «Уточка», оно укачует из одной работы в другую, вне зависимости от того, работали ли это посвященные именно данной категории находок, или же это какие-то просто обобщенные труды, посвященные раскопкам конкретного археологического памятника. Сейчас на слайде представлены одни из наиболее ранних древнерусских орнитоморфных подвесок, пластинчатые украшения, действительно по своей форме напоминающие водоплавающую птицу. На сегодняшний день по-прежнему наибольшая концентрация данной металлопластики представлена в районе Приладожья. К сожалению, у нас нет никаких мастерских или литейных форм, которые бы точно позволяли связать производство этих подвесок именно с северо-западным регионом. Пока только оперируем наибольшей концентрацией этих находок. Тем не менее, отдельные экземпляры, встреченные и на более северных землях, вплоть до территории Феноскандии, происходит распространение данной категории пластики. И, соответственно, немножко так повинуясь некой эволюционной схеме, принято считать, что вот именно эта разновидность украшений послужила для появления различных типов и вариантов других пластинчатых подвесок, за которыми тоже закрепилось название «уточка». Ну, вот, собственно, украшение конца X-XI веков и такая небольшая схема, которая показывает основные разновидности подвесок, которые уже получили распространение в XI-XI веках. Любопытный элемент все и самые ранние подвески, и более поездные вариации отличает провязной корпус вот с таким схематичным сегментовидным узором, по мнению некоторых исследователей, имитирующих крыло. Уже не графическая провисовка, а различные фотографии, как раз типов и вариантов подвесок XI-XII веков. Здесь уже мы говорим и о большем количестве рометоморфной пластики, и о большей вариативности голов, постов и других деталей такого схематичного достаточного изображения птички. Сейчас на слайде показан один из типов, который считается наиболее приближенным к оригинальному, наиболее близким к изначальным приладорским орнитоморфным изображениям. Тем не менее, если посмотреть на качество изготовления украшений, мы видим, что за счет неких технологических нарушений, неточного совмещения створок литийных форм или каких-то других операций, связанных с вероятным браком, все отлитки отличаются различным качеством. По краям корпуса птички видны натеки металла, за счет чего часто и без того схематичные, очень стилизованные изображения становятся весьма довольно аморфны. Однако, если более внимательно рассматривать всю совокупность подвесок, то среди всего этого довольно большого многообразия встречаются и наиболее качественные образцы. Несколько экземпляров из Новгорода, чем они примечательны, несмотря на то, что нижняя часть изделий достаточно массивна, и здесь тоже, видимо, не очень хорошо были совмещены створки литийных форм. Натеки металла по краям контура мы видим, за счет чего появились такие массивные лапки, но голова, тем не менее, отлилась весьма хорошо. И вместо ожидаемого такого уплощенного птичьего, утиного клюва маркера водоплавающей птицы мы видим здесь такую аккуратную, аккуратную, округлую головку с небольшим рючковатым клювом, что, конечно, нас уже отводит в сторону от представления о том, как могла бы изображаться водоплавающая птица. Несколько слов скажу о том, почему же вот эта версия оказалась столь притягательной, почему подвеска-уточка закрепилась в историографии более чем на столетие. В реальности разнообразная металлопластика с изображением птиц и животных, она традиционно связывается с наследием финно-угорских народов. И если уже дальше раскручивать вот этот клубок интерпретаций, мы в мифологическом наследии обширного финно-угорского мира встретимся с различными мифами, в которых водоплавающая птица, утка у притягательных птицинов, гагара, чаще у народов Волго-Уральского региона, фигурируют как демиург. И здесь получается очень такая удобная схема. У нас есть средневековое изображение, исполненное в Италии, есть некий фольклорный этнографический пласт, который, в принципе, можно подвязать и создать связку, интерпретацию собственного материального и нематериального. И таким образом подобная интерпретация за подвесками закрепилась. В реальности, если обратиться вот именно к тому, как изображалась водоплавающая птица в конце 10-го, в 11-м веке. И то, как изображается некий орнитоморфный образ в подвеске более позднего периода, мы увидим некую разницу. Тем не менее, в числе подвесок 11-12 веков некий такой набор образов, который связан именно с водоплавающими птицами, воплощенный клюв, характерная горбинка на голове тоже встречается. Но самый главный момент, то, что это не единственное образ, который в это время появляется среди разнообразной древнерусской металлопластики. И, собственно, если обратиться не только к женским украшениям, к подвескам, но и в целом посмотреть на вообще различные памятники древнерусского прикладного искусства, мы увидим, что набор орнитоморфных образов не всегда, который получается связать с конкретным природным образом, он довольно широк. И вот подобная округлая голова с крючковатым носом будет представлена и в навершии булавки из новгородских материалов XIII века, и в разнообразных навершиях плетей из кости. То есть вполне характерный орнитоморфный образ для древнерусского прикладного искусства. И если обратиться к другим разновидностям подвесок, тоже XI-XII веков, то здесь вырисовывается немногочисленная, но весьма любопытная на сегодняшний день категория металлопластики. Эта композиция вошла в историографию под названием «Птица у мирового древа». Ну, до какой степени правомерно интерпретировать ее непосредственно таким образом в системе отдельного доклада. Тем не менее, мы видим парные изображения птиц, и изображение головы тоже отнюдь не характерное для изображения водоплавающих птиц. Тем не менее, в ряде работ, в которых публикация именно вот этих находок была представлена, была тенденция связывать и данную категорию металлопластики с киногорским миром, с образом уточек. Но, конечно же, это совсем не так. Собственно, если обратиться к другим памятникам искусства Древней Руси, и не только, то подобные парные птичьи композиции будут представлены довольно широко. Здесь, раз уж мы говорим про металл, то, конечно, одна из первых ассоциаций это тоже предметы более высокого уровня юбилейного искусства, колты, браслеты, где парные изображения птиц также будут встречаться. Ну и, собственно, вот такие характерные кинографические особенности, как округлая голова, слегка крышковатый клюв, они тоже будут встречаться. Также парные орнитоморфные изображения будут представлены в книжной миниатюре. И один из таких ярких и весьма примечательных вариантов аналогии это Владимира Суздальского изотчества в белокаменной резьбе разнообразные изображения птиц, также отнюдь не связанные с некой водной сферой представлены в большом количестве. Если сравнить вот все это количество орнитоморфных изображений, то на лицо будут что на лицо будет сходство, собственно, как в изображении головы, на которой я делала акцент, когда начала свой разговор об изображениях так называемых уточек в подвесках, в изображении конечностей, в изображении крыльев с рельефными линиями, с выделенным плечом и часто обозначенным завитком в изображении хвостов и в немногочисленных фрагментах текстиля золотном шухе также подобные орнитоморфные образы будут часто встречаться. Что касается подвесок, которые традиционно ассоциируются именно с водоплавой, с фемитоцами, то здесь, конечно, схематизация будет гораздо выше, чем в тех памятниках древнерусского искусства, о которых я говорила. Но даже вот по тому, как изображается клюв на этих украшениях, вполне вероятно, что подобный образ райской лептицы или некого обобщенного такого орнитоморфного статиста внестает в категории пластики, которая традиционно принято связывать только с наугорским миром. Если говорить о других разновидностях, орнитоморфных изображений, которые также могли возникнуть на основе приладожских подвесок уточек в конце XI веков. Здесь еще один вариант оформления головы – это появление еще более острого крючковатого клюва с хорошо читаемым гребешком на голове. Конечно же, здесь о изображении водоплавающей птицы уже речи быть не может, особенно по таким характерным заостренным лапкам на наиболее качественных отливках. Данная разновидность не самая многочисленная на сегодняшний день, тем не менее, даже представленные на слайде образцы с следами подчас литейного брака где-то и вот, например, на находке из материалов Рюрикова городища хвост как раз отсутствует. Видны также вот эти следы неудачного совмещения литейных форм, из-за чего клюв кажется массивнее, чем он есть на самом деле. Просто следы брака. Тем не менее, если сам корпус и наличие таких удлиненных сегментовидных прорезей и округлых и свидетельствует о том, что сама форма была заимствована из изделий, которые ассоциируются у нас с территорией Северо-Запад Древней Руси и Приладожья в частности, то уже в 11-12 веках идет активная работа над самим образом. И, конечно, здесь какой-то вариант изображения не водоплавающих, а скорее курообразных, он в пластике присутствует. Что касается непрорезных украшений, здесь еще ярче вот эта тенденция к изображению птички с заостренным клювом и хорошо читаемым гребешком, она будет представлена еще более ярко. Сейчас на слайде металлопластика 12-13 веков в основном сосредоточены на территории северо-востока Древней Руси, это Костромское Поволжье, это Белозерие, но сказать, что это единственный ареал данных подвесок, это, конечно, неправомерно, есть находки и на северо-западе, на территории Новгородской земли, некоторые из подвесок выбираются и до земель в Пенаскандии вместе с другими древнерусскими импортами. здесь корпус уже подвески наполнен достаточно декоративными деталями, разнообразные рельефные жгуты, подвески также данная категория пластики часто изготавливается по восковой модели, поэтому большое разнообразие именно декоративного решения корпуса, но если говорить о том образе, который запечатлен, то здесь уже от такого мифологизированного образа водоплавающей птицы, конечно, не осталось и следа. Если какая-то связь с водной сферой присутствует, то она проявляется на уровне шумящих деталей, собственно, привесок, на которых часто представлены не только какие-нибудь обобщенные колокольчики, но и перепончатые лапки, которые можно интерпретировать как утины, хотя на некоторых изображениях представлены лапки пятипалые, что тоже вызывает большое количество вопросов о связи с неким образом водоплавающие птицы, а не в целом какой-то амфибийной водной сферы. Тем не менее, получается, что к XII-XIII веку концентрация разнообразных изображений птичек с крючковатым клювом и гребешком становится превалирующей в любом случае среди пластинчатых изображений. Наиболее ярко вот эта тенденция к изображению различных курообразных, она читается в так называемой металлопластике Владимира Суздальской земли. Подобные подвески даже получили название петушки Владимирского типа. Здесь, собственно, все видовые особенности достаточно хорошо читаются. И еще одна из любопытных форм развития данного образа это изображение двуглавых петушков. Если по аналогии с такой связью с мифологической картиной мира финно-угорского народа часть подвесок без столь характерных гребешков и заостренных клювов все-таки притягивалась к изображениям водоплавающей птицы и связывались с некой демиургической функцией, то вот в отношении данных украшений такая слабая линия связывалась с тем, что все-таки это уже активный процесс сложения древнерусского народа и речь шла о некой семантической насыщенности образа петуха в славянском фольклоре. если не пытаться активно притянуть именно интерпретацию, а смотреть на запечатленный образ и искать аналогию не только в далекой этнографии для древней России, а посмотреть, что мы вообще имеем на период средневековья именно среди вот такого материального выражения различных заморозных образов, то здесь тоже небольшой подсказкой могут оказаться и книжные миниатюры на заставке из псалтыри XIV века собственные потушинные головы включены в ордаментальное оформление. Очень интересная находка происходит из как раз Владимира Суздольского музея заповедника. Фрагмент белокаменной резьбы насколько я помню он был интерпретирован так же как связанный с Дмитриевским собором и немногочисленная на сегодняшний день категория подвесок тоже изображающая петушка и в общем-то по оформлению корпуса изделий некое стилистическое сходство с тем как оформляются рельефы храмового убранства тоже присутствуют и в целом получается что различные орнитомофтные изображения с запечатленным образом мокурообразных но нет смысла выводить именно вот в какие-то нематериальные наследия 19 века и получается что для древнерусского искусства вполне себе также этот образ характерен аналогичные процессы происходят и в такой категории подвесок как полые то есть в объемных изделиях тоже от очень лаконичного образа водоплавающей птицы характерного для конца 10-11 века в 11-12 и частично 13-м мы видим уже больше разнообразия и вот тут вырвавшийся в оформлении подвесок гребешок из заостренный клюв здесь также будет встречаться наиболее часто чем изображение уточки как раз подвески так называемые уточки более крупным планом с весьма неутинными чертами в оформлении если говорить о каких-то исключительных особенностях то есть мы видим в целом достаточно серийные изделия хотя все они выполнены по восковой модели и отличаются индивидуальными чертами встречаются и совершенно уникальные предметы например находка из Новгорода датированная 14 веком тот же известный с территории Древней Руси с конца 10-го колоколовидный корпус шумящий прелески но совершенно иным образом трактована голова ну и само изделие отлито очень качественно если сравнивать с некими другими образцами встречающимися на северо-западе и северо-востоке Древней Руси если посмотреть на некий срез орнитаморфных образов то аналоги к такому решению головы обнаружатся и среди других памятников древнерусского прикладного искусства здесь конечно нельзя не упомянуть разнообразные рукояти но вот из новгородских материалов двенадцатого и одиннадцатого веков в целом что любопытно для более западных более восточных земель где древнерусское влияние проявляется только посредованно происходят схожие процессы например для пластики прикамня из западной Сибири тоже период вековья будет целиком и полностью насыщен образами водоплавающей птиц в одиннадцатом тринадцатом веках образ достаточно сильно меняется но здесь в отличие от древнерусской пластики он часто еще более схематичный еще более стилизованный Валентина Николаевна извините время истекает да говорить о том конвергентное ли это влияние или есть какие-то точки взаима взаимных влияний и на орнаментальной части оформления металлопластики это достаточно хорошо читается что касается образов то здесь конечно достаточно много вопросов и если подводить итоги получается что вот эта вот широко распространенная интерпретация для древнерусской металлопластики подвеска луточка на сегодняшний день выглядит определенным анахронизмом и собственно такая категория археологических находок как подвески входившие в женский костюм представляется от них не архаичной а весьма такой восприимчивой категории пластики и те образы которые становятся актуальными для 11-12 веков находят отражение и в данной категории находок собственно и вот эта связь исключительно с финно-угорским миром и связь с неким языческим бэкграундом также не представляется правомерной в сфере аналогий которые могут быть представлены на этом я все благодарю за внимание большое спасибо Валентина Николаевна будут ли вопросы у слушателей небольшой вопрос в рукописи тоже привлекаете орнаментированное и вот в частности фигурировала в вашей презентации заставка одной из псаутирий 14 века без указания местного хождения по старому изданию а собственно вот вы обращали внимание на современные датировки таких рукописей например и собственно на то как они хронологически соотносятся с вашим материалом все-таки в целом несколько более ранним спасибо большое за уточнение думаю что я в этом направлении работаю еще вопросы к докладчикам если их нет то я благодарю снова Валентину Николаевну и приглашаю Дарью Александровну Скопцову Междубосновой научно-реставрационное художественное управление с докладом металлические гравированные плакетки из Нижней церкви Гродно Дарья Александровна вы здесь? Да Добрый день в собратне Гродненского историко-археологического музея находятся прорезные позолоченные накладки из медного сплава которые имеют сложные очертания украшены изображениями выполненными техникой гравировки коллекция включает в себя одну полностью сохранившуюся плакетку и фрагменты пластин и нагна составленные из нескольких обломков Все накладки декорированы орнаментом а на трех из них также представлены медальоны с полуфигурами святых облаченных хитоной гематии Судя по отверстиям которые пробиты по периметру большинства пластин и гвоздиком в некоторых из них накладки изначально крепились к плоской вероятно деревянной основе известные нам пластины были найдены в Гродно в прошлом столетии при проведении археологических раскопок Нижней Церкви XII века и территории Детинца артефакты были обнаружены в разные годы в ходе работ Юзефа Ятковского Здислова Дурчевского Николая Николаевича Воронина Олега Анатольевича Трусова и Павла Александровича Рапопорта коллекция медных плакеток давно видна в научный оборот и неоднократно публиковалась однако не становилась предметом специального исследования в том числе искусствоведческого иконографического и стилистического подробнее всего этот памятник декоративно-прикладного искусства освещен в труде Воронина Древняя Гродно вышедшем в свет в 1954 году где описанию и интерпретации пластины отведено несколько страниц Ученый предположил что медными гравированными плакетками была декорирована алтарная преграда Нижней Церкви и с тех пор эта гипотеза прочно закрепилась в научной литературе Антологичные сведения о памятнике ссылаясь на предшественника приводит Татьяна Александровна Чукова в монографии 2004 года которая посвящена алтарным литургическим конструкциям домонгойских храмов В остальных публикациях оцениваемого нами произведения Первый фрагмент пластины был найден возможно в западном нефе храма в процессе работы 1930-х годов проходивших под наблюдением Ятковского На плакетке представлен круглый медальон с полуфигурой апостола Павла окруженный геометрическим сетчатым справа и слизованным растительным орнаментом слева Святой изображен в хитоне и гематии а также в характерном иконографическом типе с заостренной бородой средней длины и высоким лубом на котором видны отдельные выбившиеся пряди коротких волос покровенной левой рукой автор новозаветных посланий держит закрытый кодекс апостола развернут в три четверти влево для зрителя правая рука поднята вверх и отведена в сторону внутри медальона читается сопроводительная надпись Агиус Паулус который фланкирует полуфигуру Святого таким образом предложенная Воронином атрибуция персонажа не вызывает сомнений и подтверждается многочисленными иконографическими аналогиями позже когда раскопки нижней церкви возглавил Дурчевский была сделана вторая находка на пластине на фоне орнамента в виде широких переплетающихся жгутов также был помещен медальон с образом Святого плетеный узор наложен на плотную сетку из вырезанных близко друг к другу линий создающую тональный эффект нижней половины медальона утрачена и сохранилась лишь верхняя часть полуфигуры персонажа представленного с не спадающими на плечи волнистыми локонами и бородой средней длины в одеждах того же типа что апостола Павла по сторонам от фронтального изображения святого видна надпись с его именем которую можно реконструировать как Агиус Сумион то есть он не может быть одним из преподобных столкников Семеном Старшим или Семеном Девногорцем поскольку на нем не монашеское одеяние должно быть святительское облачение самофором кроме того этнографические типы названных выше святых и персонажи с пластины из Нижней Церкви не совпадают однако облик последнего сопоставим с образами праведного Семена Богоприимца и такая атрибуция с одноком вопроса опубликованной Воронином представляется нам вполне возможной обращает на себя внимание тот факт что святой представлен единолично а не включен в состав композиции среди не Господня или изображение Семена с младенством Христом на руках тем не менее на Синайской иконе богомастеря Гликофилус и раннего 12 века крестовая фигура праведного Семена богоприимца представлена среди пророков и других святых обращенных к Деве Марии и Спасителю на ее руках альтернативной атрибуцией персонажа с гродинской плакетки может быть его отождествление с пранцем Симеоном вторым сыном Иакова и родначальником одного из Калин Израилевых чьи единоличные изображения все же встречаются не слишком часто в эпоху о которой идет речь фрагмент третьей пластины с фигуративным изображением был обнаружен на майоликовом полу при выходе из жертвенника храма во время исследований 1949 года проводившихся под руководством Воронина отметим что здесь на поверхности металла значительно лучше сохранилось золото трактовка орнаментального мотива очень близка к той что наблюдается на предыдущей пластине но сетку из многочисленных линий перекрывает не плетеный узор а широкие стебли растений с небольшими листьями безбородого юного святого с короткими волосами слева от полу фигуры которого отчетливо читается первый слог его имени Фе Воронин предположительно идентифицировал как Феодота одного из 70 учеников Христа или же как Иоанна Богослова ссылаясь на Валентину Ивана Антонова ученый писал что в последнем случае две буквы сохранившиеся ниже агиос могут быть началом слова феолог действительно тип одежды и свиток в левой руке святого на прорези сделанной с оригинала и на старом снимке он виден лучше указывают на то что перед нами пророк или пратец либо апостол возможно также апостол от 70 сразу надо сказать что среди 70 учеников спасителя Феодот не называется а из числа ветхозаветных персонажей которые изображаются молодыми нет тех чье имя можно соотнести с фрагментом сопроводительного текста на пластине из Гродно та же надпись не позволяет атрибуровать полуфигуру как образ апостола Фомы Филиппа или Фадея при сходстве их иконографии и облика персонажа на плакетке Иоанн Богослов мог быть представлен как старец и как юноша похожий на святого с пластины из Нижней Церкви однако в памятниках средневизантийского периода изображения молодого Иоанна Богослова пожалуй чаще встречаются в сюжетных композициях Существенно что на пластине ниже кратко записанного Оагиос нет имени Иоанн нам удалось найти два сопоставимых примера но в более поздних памятниках в первом случае греческие слова Оагиос и Фиологас расположены одно под другим помещены слева от фигуры а собственно имя апостола справа это образ темпла на 16 век из кафлекона монастыря святого Павла на Афоне во втором случае имя не было указано вовсе подпись Фиолог на фреске положения в огроб из церкви Успения Богоматери в Милетове 1465 года безусловно вопрос об атрибуции святого который изображен на гробнинской плакетке требует дальнейшего осмысления и сейчас мы не предлагаем окончательного решения все остальные фрагменты медных пластин из нижней церкви собранные во время раскопок 49 года и позднее украшены орнаментами которые располагаются на светчатом фоне орнаментальный репертуар памятника включает два типа узора плетеный и растительный которые сосуществовали в древнерусском искусстве на протяжении столетий в том числе в 12 веке поверхность большей части плакеток покрывают разнообразные узоры из переплетающихся жгутов рисунок которых не повторяется и еще один пример единственная полностью сохранившаяся пластина из коллекции Гродненского музея найдена в 80-е годы в ходе исследований трусового репопорта здесь плетенка также имеет симметричную композиционную схему соответствующую сложной крестообразной форме накладки изображения стилизованных стеблей с цветами и листьями представлены как на пакетках такого же типа снимок внизу справа так и на угловых накладках фрагмент пластины вверху слева иногда отдельные элементы узора напоминают мотив виноградной лозы кадр внизу слева поле последней из орнаментированных пластин занимает розетка в медальоне по сторонам от которого расположены вставки геометрического рисунка таким образом в Грузинском музее хранятся фрагменты примерно 18-19 металлических накладных пластин которыми был декорирован один или может быть несколько предметов храмового убранства нижней церкви плакетки разные довольно сложные формы и средней величины напомню что размеры целой орнаментированной пластины 8,5 сантиметров на 14,4 толщина 1 миллиметр а диаметр медальонов с полуфигурами святых составляет 6,3 сантиметра Николай Николаевич Воронин утверждал что пластины сходны по технике и образуют стилистически единую группу действительно формально между ними много общего помимо техники в которой они выполнены конфигурации значительной части плакеток размеры накладок одного типа медальоны с полуфигурами святых на всех трех пластинах с фигуративными изображениями сходство орнаментального декора фон в виде сетки почти во всех случаях и прочее скорее всего эти накладки относились к единому комплексу декоративно-прикладного искусства каково же было назначение этих пластин как мы упоминали выше по мнению Николая Николаевича Воронина они украшали алтарную преграду нижней церкви на замковой горе при поведении археологических исследований были выявлены следы сгоревшего деревянного темплона который проходил перед восточной парой столбов храма и вдоль одного из прясел северной стены ученый обратил внимание на то что в 49 году часть фрагментов пластины была найдена на месте алтарной преграды на протяжении угольной полосы или вблизи нее он считал что медальоны со святыми относились к композиции десосного типа украшавшей темплоны храмов это являлось дополнительным аргументом в пользу гипотезы о связи плакеток с убранством алтарной преграды хотя в таких сценах состав святых предстоящих Христу может быть расширенным несколько необычным на наш взгляд является присутствие фронтального изображения Семена Богоприимца конечно если такая атрибутция верна кроме того жесты апостола Павла и Анны Богослова это скорее жесты вопросительные или ораторские а не жесты моления Воронин также допускал что алтарная преграда храма была декорирована не только драгоценными пластинами с гравировкой но и цветным стеклом которое фиксировалось на основе при помощи медных позолоченных обоймец в собрании Гродненского музея хранятся круглые овальные ромбовидные стеклянные вставки преимущественно разных оттенков зеленого цвета найденные в ходе работ 30-х годов 20-го столетия диаметр круглых вставок соответствует размерам фрагментарно сохранившихся креплений и полукруглых прорезов на гравированных накладках надо сказать что до нас дошло значительное количество подобных плакеток и самих предметов украшенных такими накладными деталями которые были созданы на византийских и западноевропейских территориях и выполнены в разных техниках пластинами такого рода декорировались оклады икон кодексов алтарные образы антепендиума кресты ставратеки реликварии алтарные двери храмовые врата раки кевории и так далее в письменных источниках содержатся упоминания драгоценного кованого золотом и серебром внутреннего убранства византийских и древнерусских храмов а также богато украшенных алтарных преград однако ни в кратких описаниях ни среди сохранившихся памятников мы не встречаем решение алтарной преграды похожего на то которое реконструирует Воронин рассуждая об интерьере Нижней Церкви в Гродно в качестве очень отдаленной аналогии можно вспомнить лишь литые чижские арки 12 века которые Рапопорт связал с оформлением алтаря однако высказывались и другие предположения об их возможной функции разумеется нельзя исключать того что пластины из Нижней Церкви не были связаны с ее алтарной преградой и являлись декорацией какого-то другого предмета храмового убранства в таком случае среди даже всего разнообразия накладок вызывает затруднение поиск плакеток аналогичных по форме гродненским сложная форма пластин также указывает на то что основа к которой они крепились должна была оставаться частично открытой и могла иметь какое-либо цветовое решение или акценты именно конфигурации плакеток они не квадратные и не прямоугольные вынуждают отказаться от идеи о том что они относились например к окладу иконы хотя мы знаем оклады украшенные медальонами с полуфигурами состав святых представленных на плакетках и большое количество орнаментированных накладок не позволяет связать гродненские плакетки с окладом кодекса Евангелия необходимо признать что сейчас мы не располагаем убедительными данными для того чтобы подтвердить или опровергнуть версию Воронина о назначении пластин и облике темплона нижней церкви в Гродно еще один важный и непростой вопрос который связан с гродненскими медными пластинами касается их датировки как мы знаем точное время возведения нижней церкви и других домонгольских построек Гродно неизвестно верхней хронологической границей создания памятника может считаться 1183 год когда согласно ипатийской летписи произошел пожар в котором погиб некий гродненский храм того же лета городен погоре весь и церковь каменная от блистания молнии и шибения грома действительно археологические раскопки показали что нижняя церковь была тем сооружением который окончательно разрушился при сильном пожаре относительно ботировки памятника среди археологов и историков искусства нет единого мнения Воронин полагал что нижняя церковь построена во второй четверти 12 века Рапопорт считал возведение храма во второй половине столетия более вероятным а позднее указывал 80-е 90-е годы 12 столетия как возможное время его создания Олег Михайлович Анисян датирует нижнюю церковь 1180-ми годами со знаком вопроса полиография надписей помещенных в медальонах со святыми не противоречит датировке пластин 12 веком что было отмечено еще Ворониным данную точку зрения поддержал Савва Михайлович Михеев которому я выражаю благодарность за консультацию в качестве параллелей он привел памятники первой половины 12 столетия надписи на кратере Братилы и на Стерженском кресте он имеет точную дату 1133 год исследователь обратил внимание в первом случае на начертании буквы УК а во втором на вертикальную мачту или стойку буквы АС также Савва Михайлович указал на очень близкое близкое сходство почерков на накладках со святыми Симеоном и Павлом и все же следует учитывать что в нашем распоряжении всего три имени два из которых сохранились не полностью кроме того мы имеем дело не с текстом на страницах рукописи а с сопроводительными надписями на произведение искусства предложить узкую датировку произведения декоративно-прикладного искусства автор которого был ограничен средством художественной выразительности довольно сложно используя только линию мастер строил форму и добивался нужного ему эффекта варьируя ширину и глубину прорезаемых импы металлоконтуров и штрихов здесь художник меняет толщину линии подобно тому как живописец который то нажимает на кисть то ослабляет нажим и создает требуемую форму обращаясь к пластинам из Гродно безусловно необходимо учитывать и состояние сохранности и проведенное реставрационное вмешательство существуют две проблемы которые нам хотелось бы обозначить первое все ли пластины созданы единовременно второе к какому периоду можно отнести их все или каждую из групп если таковых несколько Владимир Дмитриевич Соробьянов в первой части второго тома истории русского искусства приводит плакетку с апостолом Павлом как аналогию для фрагмента росписи 1150-х годов из Пасопреображенского собора Переславля-Залесского он пишет исполнивший эту фреску художник исповедовал идеалы классического искусства настолько очевидны в ней такие качества как частота линий вымеренность рисунка соразмерность пропорций величественность в постановке фигуры вместе с тем Валентина Ивановна Антонова и Екатерина Александровна Домбровская указали Воронину на то что изображения я цитирую на гроднинских пластинах по трактовке удлиненных лиц с круглыми глазами коротким носом и маленьким ртом с опущенными углами и по общей экспрессивности образа могут быть сопоставлены с фресками с пасами фроссинистского собора в Полоцке мы склонны согласиться с такой датировкой не только типы ликов роднят изображения на фресках и плакетке со святым Павлом но и характер движения фигур общая интонация и образный строй фигура апостола вплотную передвинутых границ или тонкой грани между реальным и изобразительным пространством построение композиции для мастера имеет особое значение чередование пространственных планов то удаление формы от плоскости фона то приближение к ней хотя эти колебания не слишком интенсивные также пространственным оказывается характер растительного орнамента он строится по тому же принципу в Полоцкой росписи также присутствует связь изображения с фоном и невозможность оторваться от него обоим образом присуща монументальность мастер создавший границкий образ апостола Павла точно строит форму соблюдая пропорции органично вписывая пропорциональную анатомически правильную фигуру в медальон что создает ощущение естественности и свободу в постановке фигуры четкий и точно выверенный рисунок попадает твердую руку опытного и талантливого художника в обоих произведениях звучит интонация вопрошания обращения ожидания ответа на лицо конкретность простота и открытость жеста надо сказать что фрагмент пластины с образом Павла на наш взгляд все же несколько отличается от остальных по характеру рисунка и художественным характеристикам в целом накладка отличается от остальных плакеток со святыми и типом орнамента на пластине с Павлом узор не имеет сетчатого фона орнаментика менее условна растительные побеги подробнее и тщательно не проработаны казалось бы различия есть даже в такой незначительной детали как количество линий очерчивающих медальоны одна на пластине с Павлом и две в остальных случаях сходные стилистические особенности плакеток с Симеоном и юным святым не вызывают предположительно Иоанна Богослова не вызывают сомнение в том что оба изображения одновременные и возможно созданные одним мастером сравнив их с образом апостола Павла мы увидим что установки художников различные не исключено что стилистические аналогии для образов святого Симеона и Иоанна Богослова можно искать уже в искусстве 70-х годов например во фресках Кирилловской церкви в Киеве подводя итог сегодняшнему сообщению отметим что такой уникальный и оригинальный памятник как пластина из Нижней церкви в Гродно очевидно созданная в третьей четверти 12-го столетия выводит нас за пределы привычных представлений о типологической ограниченности предметов убранства храмов и по форме и по структуре в дальнейшем важной представляется попытка нахождения художественного контекста этого произведения декоративно-прикладного я не могу не выразить благодарность Гродненскому историко-археологическому музею и Наталье Александровне Кизюкевич заведующая отделом археологии за содействие и предоставленную мне возможность ознакомиться с коллекцией спасибо спасибо Дарья Александровна за столь тщательный анализ этого известного но не слишком излученного памятника будут ли вопросы да если позволите у меня один вопрос здравствуйте Дарья Александровна спасибо большое за очень интересный доклад мой вопрос касается орнаментов существует ли какая-то гипотеза их происхождения вот как плетеного орнамента так и орнамента в виде растений ну если я говорила о том что эти два типа существуют параллельно конечно по мнению Ирины Анатольевны Стерликовой которая консультировала меня истоками вот этих плетеных орнаментов являются все-таки скандинавские орнаментальные мотивы которые тем не менее в данном случае были переработаны и это скорее такой композитный вариант это мнение Ирины Анатольевны которое я вот озвучиваю конечно орнаментами на этих пластинах никто подробно насколько мне известно не занимался я не знаю последних публикаций и конечно это такая тема для возможных дальнейших исследований которые возможно прольют свет и на то каково же собственно происхождение вот этих пластин я говорю о художественном контексте А вот скажите пожалуйста вот этот скандинавский контекст вы можете его может быть чуть подробнее сейчас пояснить Боюсь сейчас я пояснить его не смогу поскольку осталось за рамками моего сегодняшнего сообщения но надеюсь возможно мне удастся углубиться еще вот в такое исследование орнаментальных мотивов тоже я думаю что в данном случае это просто необходимо да и еще вот такой вопрос а романское влияние не рассматривается в данном случае но поскольку все-таки территория гродно то конечно западные земли здесь близко и контакты конечно также неизбежны и ожидаемы еще обращать на себя внимание вот например тот факт что все-таки если мы вспомним о памяти декоративных прикладов искусства древнерусских или византийских то чаще мы имеем дело с произведениями которые выполнены в технике перегородчатой эмали или чеканки а в данном случае это памятники которые выполнены в технике резьбы или гравировки не то чтобы таких византийских древнерусских памятников не было но мне кажется что их все же меньше по крайней мере вот так на вскидку я бы не говорила здесь каких-то очень таких серьезных западных влияниях если говорить о стиле то есть стилистически для меня это все-таки памятник не западной или я просто наверное тогда может быть еще не уловила этих западных влияний но поскольку я нахожусь только в начале этих исследований то возможно в следующий раз могу ответить вам как-то более внедро на ваши вопросы большое спасибо это очень интересно спасибо есть ли еще вопросы да пожалуйста спасибо большое за доклад очень интересно я только так до конца не уловил все-таки вы считаете эти фрагменты остатками чего ну вот вы знаете у нас давайте я тогда еще раз повторю действительно у нас нет вот эта гипотеза Воронина она довольно заманчива и привлекательна вот эти элементы которые вроде бы стыкуются друг с другом но у нас нет аналогии вот такого решения алтарной преграды есть описание но по ним понять как выглядела алтарная преграда и вообще алтари и убранство алтарей ну довольно сложно все-таки они довольно они не слишком маленькие то есть вот если там 14,5 сантиметров длина этой крестообразной условно говоря накладки то это какой-то предмет скорее всего не портативный но сказать определенно что же они украшали да вот еще обращают я заметила что очень много пластин с орнаментом вот слишком много и понятно что до нас дошла только часть то есть многое просто не было найдено не сохранилось поэтому вот уверенно сказать что это было такое то есть мне кажется что тут возможностей довольно много просто вы проводили в качестве параллели вот эти пластинки из фшира но это же чистые фрагменты хороса ну тут существует несколько точек зрения и об этом также пишет Ирина Анатольевна вот например и она и Павел Александрович все-таки высказываются в пользу того что это детали декорации алтарной преграды могу адресовать могу адресовать к ее исследованию там тоже все не так просто Андрей Юрьевич в шестиварке ее статья 2000 года хорошо спасибо спасибо ну в общем нет ясности нет может быть вы что-то подскажете если вопросов к Даре Александровне больше нет мы я думаю можем перейти к следующему докладу это доклад Ирины Александровны Шалиной русский музей древняя икона апостолов Петра и Павла из Белозерска ее место в истории древнерусского искусства 13 века Ирина Александровна да здравствуйте коллеги крупный образ апостолов Петра и Павла поступил в собрание русского музея в 1934 году в составе 100 икон из центральных которые поступили из центральных государственных реставрационных мастерских памятник был изъят из иконостаса церковь Петра и Павла в Белозерске и вывезен в Москву Петром Ивановичем Юкиным в 1926 году но обнаружен еще раньше 18 Александром Ивановичем Анисимом обследуя Белозерский храм он сообщал Игорю Ивановичу Горбарю что им найдена редчайшая икона конца 13 века с изображением Петра и Павла на которой открылись удивительные орнаменты на Евангелие Петра на венцах древнейшая техника платья и превосходные киноварные надписи на костяном желтоватом фоне это будет уник который сразу войдет в историю русского искусства как один из значительнейших памятников как выглядела в то время храмовая икона демонстрирует фотографии 1926 года уцелевшая в архиве реставрационных мастерских как видите она была надставлена П-образной рамой с изображением на верхнем поле пророческого чина и апостолов по сторонам судя по пропорциям фигур рама иконостаса рама появилась не ранее последней третьей 16 века и явно была связана с размещением древней иконы в киоте местного ряда возведение в центре Белоозерска каменной церкви святого Петра и Павла приходится на 1770 год и судя похоронившейся там еще в 19 веке закладной плите она была поставлена на месте древнего деревянного храма документы 16 века свидетельствуют о существовании в это время одноименной мужской обители которая была образнена после разорения города всмотру 1612 года икона упоминается как храмовая в переписной книги Белоозерска 1677 года в Петровской улице церковь во имя Верховных Апостол Петра и Павла с пределом шатровая с трапезой и с папертью в ней местный образ Верховных Апостол Петра и Павла на золоте в киоте венцы серебряные резные золочины ожерелья низанные три креста каменные в серебре два жемчуги десять крестов серебряных это был единственный столь богато украшенный явно почитаемый образ что косвенно подтверждает предание о чудотворениях этой иконы во время смуты начатые юфемель Белоозерской пробной расчистки были продолжены в ТГРМ в 1933 году в связи с планировавшейся в Третьяковской галерее выставкой феодального искусства однако ввиду фрагментарности живописи что указано в протоколе работы прекратили продолжили их уже в русском музее где в течение двух лет были сняты последовательно записи XIV, XV, XVI и XIX веков частично оставленные лишь в местах утрат серебряный авторский фон средника и полей в XV веке был заменен золотом а в XVI еще раз желтой краской с киноварными надписями оставленными во время реставрации к тому же слою относятся изображения ангелов на верхнем поле по сторонам Голгофского креста апостолы представлены как учители и благовестники в строго фронтальных позах первоначально на серебряном фоне и без позема благословляющими символами писания свернутым свитком у Петра и закрытым Евангелием у Павла они облачены в необычные для них голубые хитоны и розово-золотистые гематии выше в полукруге ореола небесного поясное изображение спасителя благословляющего избранных учеников простертыми руками в давляющем числе кратких публикаций об иконе который до сих пор не было посвящено ни одного монографического исследования отмечается традиционность иконографии фронтальных фигур якобы повторявших древнейшие образы Новгородского Софийского собора между тем как мы видим она не просто обладает самостоятельным изводом но и оказывается едва ли не уникальным примером подобного изображения главное отличие ее от Софийского образа имеющего целый ряд мизантийских прототипов иное расположение святых по отношению к Спасителю следующее литургическому упоминанию их имен различное положение первоапостолов имело свою долгую историю и традицию и довольно глубокий смысл нам уже приходилось подробно говорить об этой иконографии поэтому здесь отметим лишь главное тенденция ставить Павла по правую руку Иисуса отчетливо прослеживается уже с самого раннего времени причем независимо от наличия между ними центрального образа апостолы неизменно изображались развернутыми друг к другу особенно если позвольте не буду называть памятники они перед вами чтобы просто сократить время особенно показательны примеры со сценой страшного суда где правое и левое имело особый смысл ну например подобно росписям церквей панагеетон халкион в салониках или другой пример аналогичный где Павел оказывается по правую руку церковь Георгия в Старой Ладоге в той же последовательности Павел и Петр представлены против друг друга на граних столбов перед входом в северный предел их имени в росписи Софийского собора в Киеве верховенство Павла особенно заметно в мозаичном убранстве боковых апсид собора монреаля несмотря на признание Петра основателем и патроном римской церкви главное что во всех этих случаях очевидно стремление развернуть позу апостолов к центру что хорошо заметно и в памятниках одновременных Белозерской иконе ну например миниатюрах апостола 1220 годов справа этой традицией в полной мере соответствует и иконографии образа Софийского собора одновременно развивался другой вариант размещения апостола в соответствии с вспоминаниями Петра и Павла где первый располагался по правую руку Христа но композиция как мы видим сохраняется как и в предыдущем варианте при этом схема с развернутыми апостолами часто представленными в молении перед образом спасителя благословляющего их или вручающие им Евангелие как в византийском так и русском искусстве становится преобладающей и доживает вот начиная от раннего времени доживает вплоть до конца шестнадцатого восемнадцатого даже восемнадцатого столетия это и памятники палеологовского времени византийские и русские и можно назвать самые-самые разные ареалы на наш взгляд столь устойчивый тип сложился в результате выделения главного ядра композиции передачи закона традицию легес или ключей как основателем церкви традиция клавиум сокращенный вариант этого сюжета который знаменовал торжество церкви собственно и представляет иконографию развернувшуюся друг друга верховных апостолов как кажется этим объясняется тот факт что традиционный фронтальный портрет Петра и Павла не был востребован на византийском мире хотя единичные примеры конечно известны но их совсем немного парность прямоличных образов соблюдена на створке синаинского триптиха с Павлом на первом месте и на миниатюре шмиадзинского евангелия с зеркальным расположением святых как и в нашем случае фигуры представлены в одних позах с одинаковыми жестами и даже облаченными в те же необычные одеяния назовем еще два самостоятельных образа Петра на миниатюре Гертроды и на иконе из Протета на Афоне но собственно это все примеры которые удалось найти для данного случая то есть именно для фронтальных изображений таким образом в живописи Белозерская икона представляет собой уникальный пример фронтального парного изображения и это при том что сам по себе этот извод был вполне традиционен для других чинов святости в композиции нет и намека на небольшой разворот к центру что как мы видим было характерно для подавляющего числа христианских памятников подчеркнутая прямоличность как кажется более отвечала поиску русского искусства 13 века открытого обращенного к предстоящему молитвенного образа и вполне соответствовала представлению о незыблемости небожителей в основе такой композиции лежит еще и богословское представление о цельности парного портрета ставшего емким образом миропорядка разумно и гармонично устроенной вселенной духовном братстве соединенном ради любви к Богу поэтому настойчиво во всех этих иконах подчеркивалось не только равенство святых но и одинаковость пост жестов дублирования одежды атрибутов отвечали они еще и евангельской идеей создания церкви на земле где двое или трое собраны во имя мое там и я посреди них что в данном случае и подтверждает изображение благословляющего вседержителя впоследствии в русском искусстве иконография фронтальных образов Петра и Павла появляется также крайне редко и ну вот собственно мне удалось найти только два примера может что-то еще сможете подсказать как вы видите уже довольно поздние которые вполне могли восходить каким-то чудотворным или прославленным иконам каковой судя по всему и был Белозерский памятник пафос торжественной приподнятости свойственный искусству первых десятилетий тринадцатого века в целом здесь сочетается с принципиально иным качеством молитвенного предстояния святых обращающихся к своей паству по сравнению с древним образом Софийского собора с его тонкими дефинициями внутреннего духовного единства здесь все подчинено прямому контакту с предстоящим к которым обращены взоры апостолов на первый план выдвигаются мотивы наставничества и учительства образная ткань иконы согласуется с песнопениями актуэха которые воспевают апостолов как столпов веры основания церкви труп божественного учения от твердых и благовещенных проповедников вместе с тем смягченных и не лишенных созерцательности леков нет и намека той нарочитой и декларативной императивности требователя интонации который присущ новгородским памятникам напротив при всей монументальной значительности неподвижных и статуарных фигур наряду с непоколебимой стойкостью образов ощутимы ноты терпимости мягкого убеждения более отвечающей миссии наставничества осмысленная по-новому композиция не только не подчеркивает приоритет одного из апостолов но напротив всеми средствами выявляет их абсолютное равенство поэтому мастер настойчиво демонстрирует одинаковость абресов пост одеяний одноцветность хитонов и гематзиев симметричность поднятых благословений рук атрибутов даже характер положения плащей полукруглыми складками лежащие одинаково на левых плечах и аналогично по диагонали свисающих книзу на фоне этой согласованной симметрии дублирования жестов ритмичного единообразия особенно заметны даже мало изменений чуть увеличенная фигура петра широким ликом разные перстосложения десниц чуть интенсионная разница образных характеристик важный художественный прием мастера пространственная свобода композиции с мерно развернутыми и невыделенными описями фигурами окутанными равными и широкими участками фона который напомню первоначально был серебряным и плавно переходил в поля того же цвета он усиливает ощущение воздушной среды в которой пребывают обособленные друг от друга святые способствует этому издержанный по тональности колорит построенный на сочетании мягких разбеленных голубых и золотисто-розовых которые воспринимались на серебряном фоне вибрирующей нерукотворной поверхностью в невременности явленность образов подчеркивала отсутствие позема мощность монументальных фигур компенсирует кажущуюся неустойчивость всей конструкции ее подвижное равновесие выраженное в несоразмерно крупных и словно вывернутых на зрителя ступнях ног которые поставлены прямо на край ковчега а также в зыбкой линии извилистых и прихотливо вложенных складок подолов надо надо иметь ввиду что лики с правильными чертами и крупными широко открытыми глазами сохранились лишь на уровне подмалевка счищены все разделки которые судя по мельчайшим остаткам велельных движков например единственный кусочек который можно показать на ухе Петра вот два авторских две авторские разбилки ранее отмечали наиболее важные высветленные места однако они явно не лишали образа состояния внутренней сосредоточенности и теплого добросердечия икона традиционно датируют широких границ первой половины 13 столетия иногда выводя за пределы его середины по сравнению с другим глазерским образом вывезенным из того же города богоматери умиления которые мы склонны связывать с концом 30-х началом 40-х годов и с новгородским мастером изображение Петра и Павла выглядит старше Лев Исакович Левшиц обоснованно предложил рассматривать ее в кругу произведений первой и третьей 13 века и даже ближе к концу действительно сравнение иконы с датированными памятниками позволяет сузить этот хронологический диапазон до 20-х годов композиционные особенности монументальных фигур и тяжелые падающие складки ритм дублирующих окружностей нимбов и небесного сегмента отчасти напоминает построение богоматери Аранты а свободное расположение пластически выявленных и обособленных друг друга апостолов с широкими цезурами фона подчеркнутое внимание к ритму диагонально скошенных плащей вот очень хорошо видно особенно на схеме и разбеленный колорит сближает этот памятник с росписями монастырского собора в Жичи живопись рассматривая иконы стоит особняком от небольшой группы русских памятников 1-3-13 века и несмотря на данное ее происхождение затрудняет идентификацию художественного центра начиная с Виктора Никитича Лазарева большинство исследователей в том числе Ангелина Сергеевна Смирнова и Галина Сергеевна Колпакова связывали ее создание с Новгородом Валентина Ивановна Антонова а вслед за ней Александр Александрович Рыбаков считали произведение близким Ростово-Ярославскому кругу памятников что кажется более справедливо действительно ее образный строй совсем не похож на новгородские памятники в отличие от героического пафоса строгого и декларативного начала в ней превалирует все же смягченная даже душевная интонация а при всей подчеркнутой симметричности она отличается больше пространственной свободой неизвестной по новгородским памятникам избегает мастер рассматриваемого произведения ярких характерных для этого центра цветовых контрастов заменяя палитру на приглушенно теплые серебристые оттенки разбеленных крас правда такой колорит все же встречается и среди ранних новгородских икон например в успении из-за сетинного монастыря который близок не только по сочетанию голубых и розовых одежд но даже отчасти и по типажу жуликов еще одна параллель с новгородскими памятниками это образ пророков на полях совсем иной по стилю и действительно скорее всего новгородской иконы богоматери Белозерской созданы позже Петра и Павла причем двумя разными мастерами одному из которых и принадлежит живопись полей по своей образной характеристике сходим с апостолами лик небольшого образа Спаса из Успенского собора в Ярославле освященного в 1219 году напомню что его принято датировать принято считать нагруппной иконой ярославских князей Василия Константина и датировать середины века однако художественные особенности свидетельствуют о гораздо более раннем времени его создания который вполне вписывается как кажется в стилистику 20-х годов что справедливо отметил и Лев Асакович Лившин в недавней работе ему же принадлежит и верное наблюдение о выделении глубоко посаженных глаз тенями которые усиливают состояние сосредоточенного внимания и наделяют образ особой сокровенностью что хорошо ощущается и в ликах апостола оба памятника объединяет спокойный прямой взор и смягченная интонация обращения к предстоящему довольно редко в искусстве этого времени сложная природа стиля иконы отвечает положение древнего белозирья находившегося на границе владения Новгорода и Ростова Суздальской земли город издавна служил делом ростовских князей но лишь в 1238 году выделился в самостоятельное княжество это не исключает появление здесь памятников которые связаны с работой мастеров обоих художественных центров но в данном случае как кажется иконы все же правильнее связывать с ростовской традицией спасибо за внимание большое спасибо Ирина Александровна очень приятно знать что эта икона замечательная теперь имеет монографическое исследование будут ли вопросы докладчику у меня если можно Ирина Александровна пара небольших вопросов меня во-первых интересует а сохранились ли эти надставки 16 века или только на фотографиях они нет к сожалению они теперь дошли только на фотографии 26 года и как мы знаем почти все эти надставки даже такого времени как 16-17 век бежал в основном уничтожали с ЦГРМ чему немало примеров и к какому времени спасибо к какому времени относится орнамент на нимбах он с одной стороны вроде бы поздний с другой вот эти розетки которые хорошо видны на нимбе Петра они не похожи на то как обычно поступали с таким сечным орнаментом 15-16 веке мне кажется что все-таки это уже 16 век 15-й хотя по протоколам Анисимова вроде бы как это слой 15-го века вместе с золотом который он обнаружил на фоне но я думаю к сожалению на сакону еще не прошло технико-технологические исследования я уверена что поскольку там есть следы этих розеток остались они на нимбе наверное под микроскопом можно будет уже уточнить к какому слою относится мне кажется 16-й век да спасибо а если исследования не проводились то наверное еще рано спрашивать о том как были написаны синие одежды да последовательность слоев и как исполнялись моделировки возникает вопрос близко это не только внешне или еще и по приемам скажем к тому же десятинному успению ну вообще похоже визуально похоже не могу сказать что мне кажется одинаково разделки я оставлю эту тему это особая особая ситуация потому что Петр Павел написан исключительно оригинально но вот даже здесь видны вот эти гребенчатые такие черные с как будто бы отходящим отходящей части рыбной кости разделочки нигде такого никогда не встречала успение сделано по другому но по цвету действительно очень похоже и кажется что это азурит с разбелым но это только визуально так что все эти вопросы оставим до исследования хорошо спасибо будут ли еще вопросы судя по всему нет тогда еще раз благодарим Ирину Александровну за крайне интересный доклад и я приглашаю следующего участника это Надежда Николаевна Тачилова Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Штиглица доклад Надежда Николаевна называется так ассимиляция художественных традиций династии Юань и государства халагуидов в древнерусском искусстве периода монгольского завоевания на примере прикладного искусства древнего Новгорода XIII-XIV веков Надежда Николаевна прошу Здравствуйте уважаемые коллеги еще раз несмотря на такую некую витиеватость названия моего доклада в общем-то речь пойдет о вещах близких и знакомых нам очень хорошо в частности вот эту тему я постараюсь раскрыть на двух предметах из собрания Новгородского государственного музея заповедника которое в настоящий момент представлено на постоянной выставке первая вещь это обоймица с заморванным изображением предположительно датируемое XIII веком к сожалению более какой-то конкретный контекст обнаружения этой находки невозможен это случайная находка была обнаружена на берегу реки Волхов и передана в Новгородский музей в 2002 году тем не менее обоймица это квадратная полая внутри то есть она имеет отверстие для пронизи может быть кожаного ремня и на лицевой части отоймица изображен зверь который сразу же ассоциируется с драконом если говорить о характерных особенностях изображения этого животного то следует отметить следующие черты во-первых оно очень хорошо вкомпоновано в формат во-вторых имеет такое характерное с-образное изогнутое тело причем туловище посередине имеет довольно интересную петлю четыре лапы вкомпонованные в углы за исключением одной из передних лап которые подпирает морду имеется хвост небольшой также обращает на себя внимание глава этого существа с распахнутой пастью демонстрирующая свои зубы то есть оно оскалилось с носом который имеет вот такой небольшой выступ большим каплеобразным глазом и плавником на затылке к этому изображению имеются аналогии в количестве четырех штук ну вот очень близкой аналогией я бы сказала точной аналогией является находка костяной обоймицы с Белярского третьего селища которая к сожалению также вне контекста потому что она обнаружена была в отвале который исследователями связывается с заполнением ямы один в этой яме был ну скорее всего клад дорогой посуды восточного происхождения и вот рассматривая эту обоймицу становится в общем-то понятна ее конструкция суть самой резьбы и здесь также мы видим практически точное типологическое построение композиции обращает на себя внимание крайняя схожесть иконографии но разница стилистика безусловно и вот я бы хотела обратить ваше внимание что позволяет говорить о иконографии это вот длинный коготь который имеет ну прежде всего да вот такая второстепенная деталь которая имеет повторение на двух этих вещах еще одно еще одна аналогия имеет происхождение из Смоленска здесь у нас представлен похожий типологический дракон имеющий даже некое родство иконографии но очень сильно отличающийся по стилистике я бы даже сказала что это изображение носит несколько упрощенный характер потому что резчик в данном случае по какой-то причине не смог вписать вот так компактно все четыре конечности этого животного в заданный формат и для того чтобы этот формат заполнить он использует какие-то второстепенные может быть растительные образы ну вот дабы сохранить эту квадратуру хотя природа этого существа безусловно роднится тем двум охоткам которые я упоминала выше обращает на себя внимание анатомия головы с попыткой показать такую же распахнутую пасть щеревшуюся с вот этим вот небольшим половником в данном случае он не имеет такую хорошую проработку и может даже как-то ассоциироваться с ухом также обращает на себя внимание родство нижней части изображения туловища которое представляет во всех трех случаях распластанные лапы и вот здесь также у нас сохраняется вот этот маленький хвостик четвертая находка тоже относится к Смоленску она упоминается дважды в статье Натальи Ивановна Асташовой «Постяное ремесло древнего Смоленска» и в диссертации Козловой посвященной восточным предметам древнего Новгорода но вот к сожалению даже имея инвентарный номер мне не удалось получить изображение ну вот здесь есть некая загадка вот однако существует описание этих этой обоймы которая говорит что изображение похоже на вот сохранившийся смоленский фрагмент только гораздо более сильно фрагментировано вот если обращаться к другим аналогиям то ближайшие аналогии обнаруживаются среди обоймы обойм золотордынского происхождения и в общем-то предметов этих достаточно много ну это слайд который демонстрирует действительно родство двух существ такое вот антомическое родство двух существ изображенных на очень сходных по назначению предметах и если расширять этот диапазон ордынского искусства то в действительности мы имеем дело с достаточно большим количеством примеров которые не ограничиваются безусловно четырьмя предметами представленными здесь и даже в общем-то выходит за рамки вот этих вот обойниц и на них изображены драконы драконы очень разные по своей стилистике но родственные по происхождению то есть это змеобразные звери у которых соблюдаются сохраняются так будет правильнее сказать некоторые анатомические черты они четырех палые с небольшим хвостом их туловище может иметь вот такие S-образные изгибы и обращает на себя внимание проработка головы которая несмотря на очень разную стилистику в общем-то сохраняет сходные черты это плавники вот такое выделение вот этой щечной части это иногда имитация рогов и характерная распахнутая пасть вот и стоит обратить внимание что довольно много предметов которые имеют крайне сильно стилизованное изображение вот этих драконообразных существ распадающихся буквально вот на какие-то самостоятельные элементы все исследователи которые занимаются искусством золотой орды единодушно приходят к выводу что конечно протографом этих золотоордынских изображений являются те драконы которые можно встретить в искусстве династии Юань в общем-то тоже имеющие монгольское происхождение причем по одной из версий появление этих образов в самом искусстве династии Юань у нас может связываться с теми образами которые имели место в культуре Джорджинии Удиге вот этих самых Джорджинии Удиге в общем-то потеснили в свое время монголы ну и как-то ассимилировали в действительности когда мы обращаемся к различным образом драконов династии Юань то видим сходство с тем что наблюдалось на гарнитурах различных обоймицах золотоордынского времени и морфология вот этого животного наличие тех элементов которые я уже перечисляла выше они безусловно соблюдаются хотя безусловно и сами сами драконы вот в контексте искусства династии Юань они могут немножко разниться по особенностям своей иконографии ну что собственно в общем представлено на этих двух примерах тканей и скульптуры из янтаря которые находятся в метрополитен-музее и здесь также важно сделать одну небольшую ремарку указав что китайское искусство оно глубоко семантично и выделяет три типа дракона это земной воздушный и водный водный дракон имеет черты которые позволяют его связывать с миром водных существ как правило это такой вот рыбообразный хвост и они обращены могут быть обращены головой вниз а вот небесные драконы как раз таки парят имеют двойной вот такой хвост и вот эта небесная принадлежность например очень хорошо видна в находке из красноярского городища где помимо самого изображения помимо какого-то очень сложного узора имеет место изображение птицы вот хотелось бы даже также подчеркнуть что те изображения которые встречались нам на примерах древнерусских находок они в общем-то близки именно подобным типам которые я обозначила выше то есть там дракон расположен головой вверх да конечно возвращаясь вот к этим протографам династии Юань необходимо указать какую-то аналогию связывающую нас именно с тем регионом в общем действительно в прикладном искусстве этого периода мы обнаруживаем пояса где имеют место изображения очень похожие по своему типу ну и даже в общем хранящие какие-то стилистическое родство и таким образом в общем и целом мы можем говорить о том что действительно вот эта юаньская традиция проходя через очень длинный путь заимствования ассимилианса она находит какое-то отражение в предметах декоративно-прикладного искусства на северо-западе ну и судя по белярской находке не только на северо-западе второй сюжет моего доклада связан вот с этим изображением это также костяная накладка с зооморфным драконообразным изображением хранящейся в новгородском музее конфигурация этой накладки весьма сложна то есть она напоминает ну ее можно условно назвать лотосовидной в этот формат прекрасно вписаны изображения существа двулапого это хорошо в общем-то видно на слайде двукрылого с хвостом загнутой петлей и этот хвост как бы соприкасается с мордой дракона морда дракона имеет узнаваемую иконографию тоже вот отвернутые хорошо обозначенные губы острые зубы ну в целом это пасть может считаться такой оскаленный коплеобразный глаз и уже упоминаемый мой плавник который произрастает вот из такого валика отделяющего морду дракона от шеи ну можно сказать моделирующего щеку эта накладка атрибутируется может атрибутироваться как часть декора парадного седла и также в литературе в общем-то все исследователи единодушно ссылаются на публикацию Шалабудова парадное седло из кочевнического погребения у села Филия сохранившего не только вот эти вот костяные накладки но и конструкции самого седла и здесь представлена вот подобного рода накладка венчающая некую композицию из других костяных элементов что касается интерпретации самого декора здесь идет некая такая интрига во-первых эту накладку упоминает в своей диссертации Козлова но как мне кажется она отталкивается от типологических каких-то признаков и говорит что да безусловно мы должны рассматривать ее в контексте вот таких ромбовидных накладок на сумке как представлены в правом столбике и даже приводит близкую по форме накладку из гашун уста однако какой-то сравнительный анализ или стилистический анализ самого изображения не проводится и следует подчеркнуть что если вот на первой и второй накладках у нас действительно изображены драконы они не похожи и плохо сохранились то вот например на накладке из гашун уста имеет место совершенно другое другой сюжет который в китайском искусстве называется гора в осеннем уборе и в данном случае это изображение оленей или лани на фоне растительных мотивов это первая версия которая ну в общем нельзя не учитывать разумеется вторая версия интереснее вот здесь как раз проявляется этот эльханитский след который впрочем впоследствии оказался несколько ложным действительно среди находок вырезанных из кости есть три вещи две простите вещи которые на первый взгляд довольно близки это костяная накладка с маджарского городища здесь довольно мы можем говорить о некотором родстве композиции этого дракона о том что он двухпалый но вот лишен крыльев и еще одна накладка была обнаружена в Нижегородской области на селище Бешенцево три тоже в заполнении ямы которая действительно на первый взгляд довольно близка она обладает ну вот какой-то сходной иконографией с тем что мы наблюдаем в Новгороде и накладка вот Нижегородская накладка она известна но опубликована как-то на мой взгляд не очень хорошо тем не менее вот Николай Николаевич Грибов который собственно ей занимался и публиковал он предполагает ее ильханитское происхождение указывая на в том числе то есть он указывает ильханитское происхождение сюжета а происхождение самой вещи связывает с древнерусской культурой потому что материал из которого выполнена из которого выполнена эта накладка это лосиный рог в общем животное обитающее в лесах и в качестве аргумента который связывает эту Нижегородскую накладку да собственно и Новгородскую накладку с искусством ильханитов главным аргументом является вот эта форма который Николай Николаевич называет кунжутовидной однако если мы обратимся к какому-то прикладному искусству ильханитов то среди максимально разнообразного ряда зооморфных образов находим в том числе вот таких драконов этих изразцов довольно много они рассеяны по музеям как вот в Европе так и за океаном в Эрмитаже в том числе есть замечательный хорошо просматриваемый просматриваемый изразец где мы видим изображение дракона туловище которого максимально близко к иконографии тех драконов наблюдаемых нами в искусстве династии Юань за исключением может быть головы потому что голова действительно проработана голова тоже конечно похожа на искусство династии Юань но вот ее проработка с вот этими плавниками или гребнями очень близка на мой взгляд тому что мы наблюдаем прежде всего на новгородской вещи ну и во вторую очередь уже на нижегородской вещи то есть в принципе мы можем достаточно уверенно я позволю себе достаточно уверенно утверждать что искусство ильханидов несмотря на то что холугоидский Иран ну вот империя династия холугоидов она утвердилась на востоке на некоторое время примерно на 20 лет раньше чем династия Юань она воспринимала искусство Китая этого периода что в принципе мы можем видеть на других примерах декоративно-прикладного искусства уже иранского происхождения и вот эти вот китайские драконы с блинными телами трехпалые там пятипалые с очень характерными головами они бытует длительное время они встречаются в 15 веке хотя приобретают уже очень специфические формы как например это видно и композиции самое главное как это например видно на тарелки 1640 года из Метрополитен-музея что касается аналогии которые ну как мне кажется могут быть достаточно близки нашей новгородской находке они встречаются на большом количестве массового материала это как правило накладки с отсумок бронзовые встречающиеся ну фактически повсеместно но так вот более отчетливо связывающиеся с болгаром и вот на верхней накладке я надеюсь все хорошо видно мы в общем-то можем наблюдать зверя в схожей позе да без крылого но повторяющего многие анатомические особенности даже в общем чем-то схожего стилистически Держа Николаевна прошу прощения просто напоминаю о регламенте хорошо мне нужна буквально минута спасибо вот ближайшая находка к сожалению оказалась тоже случайной это четырехлепестная поясная накладка с изображением дракона с реки Аять где мы в общем-то можем увидеть вот это вот драконообразное существо в сходной позе с двумя лапами и вот точно так же развернутой головой ну и наконец я бы хотела подчеркнуть что вот эта тема она конечно не ограничивается всего лишь двумя сюжетами предметов восточного происхождения причем исключительного художественного качества в Новгороде да и вообще на северо-западе довольно много вот они единственное требуют интерпретации глубокого анализа поиска аналогий что происходит постепенно ну и в конце своего доклада я просто продемонстрирую эти разные вещи которые наряду с вот такой действительно высокой художественностью зачастую являются вещами ну явно какого-то вторичного воспроизведения сделанные по образу и подобию по какому-то впечатлению и в заключении своего выступления я бы хотела сказать что да действительно вопрос который в общем-то уже был поставлен в историографии о существовании золотоордынского периода в искусстве древней Руси он актуален ну и требует дальнейших разработок мне кажется прикладное искусство является тому хорошей иллюстрацией большое спасибо за внимание большое спасибо Надежда Николаевна действительно очень важная для этой эпохи проблема будут ли вопросы к докладчику если есть то прошу задавать их быстро Александр Сергеевич если позволите быстрый вопрос да пожалуйста Надежда Николаевна еще раз это именно обоймица то есть это с ножем да первое что вы показывали или это деталь поясного набора я наверное затруднюсь сейчас ответить вот потому что мне задавали этот вопрос уже он совершенно справедлив она не маленькая и в общем и целом наверное можно отталкиваться вот от этого изображения я вот как-то знаете я не проверяла как это все грубо говоря могут ли ножны поместиться в эту обоймицу но наверное это стоит проверить потому что ясно хорошо спасибо 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 еще вопросы если их нет то большое спасибо Надежда Николаевна за доклад я объявляю следующее выступление это доклад Марии Александровны Маханько Старковно-научный центр православная энциклопедия Константинопольские чудеса Богородица по данным иконографии романа Сладкопевца и иным источникам да вот на первом слайде видно что я посвящаю этот доклад памяти безвременно ушедших от нас отца и дочери Соробьяновых можно следующий пожалуйста в Константинопольском искусстве в составе минейных иллюстраций издавна была известна композиция под первым октября чудо о диаконе романе которая сделала его мелодосом сводкопевцем это было явление ему богоматери в тонком сне как мы видим на миниатюре ватиканского минология пожалуйста следующий очевидно это был основной вариант данной сцены мы встречаем ее и в славянском троицком или лаврском кондакаре рукописи рубежа 12-13 века в выходной миниатюре которая ее сопровождает архимандрит Леонид атрибутировал ее как исцеление преподобного Иоанна Дамаскина нам она не кажется верной такая атрибуция пожалуйста следующий несмотря на сохранность миниатюры троицкого кондакаря очевидно не только иконографическое сходство ее композиции с ватиканским минологи но и другие детали композиции тоже совпадают невзирая на зеркальность это может означать что сюжет жил долго и крепко был связан с образом столицы мы даже рискнем предположить что явление богоматери диакону роману это особый сюжет маркер сакральной топографии византийской столице это современное выражение но возможно они тоже что-то подобное ощущали он мог варьироваться в деталях но сохранялся в иконографическом обиходе пожалуйста следующий на наш взгляд стиль миниатюры троицкого кондакаряй особенность ее композиции мотивов декоративных приемов близки другим произведениям вдохновленным столичным византийским искусством и могут сравниться с такой миниатюрой как уже использовавшаяся сегодня в докладе Лена Лесанна миниатюра ростовского толкового апостола изящная келевидная арка вписанная формат листа орнаментальные фигуры павлинов которые на лаврском кронштейнах утонченность контуров плодохрупкости линейные мотивы следующий пожалуйста или на сенайской иконе Иоанна Претечи с такой же очень тонкой игрой орнаментальных мотивов и утонченных форм а так с трехчастной структурой пожалуйста следующий устойчивость извода с чудом диакона романа в течение двухсот лет позволяет предполагать что оно не было забыто и позднее но могло получить иную композиционную трафтовку и смысловой контекст свидетельством этого процесса на наш взгляд является одна из композиций в составе протоевангельского цикла Сметагор 1313 год ансамбля имеющего точки пересечения с полеолобовской столичной иконографией стилистикой к сожалению наше предположение носит гипотетический характер поскольку речь идет о сильно утраченных композициях они находятся в нижнем ряду на северной стене в завершении цикла вы видите это наш единственный или почти единственный источник известный по зарисовке Филатова 48 года которая была использована Лазаревым обе сцены это последние две сцены цикла на северной стене связаны с прославлением богоматери в Константинополе это поклон и сцена которую Виктор Никитич атрибутировал как спасение Константинополя иконы Богородицы что касается той композиции которую сейчас мы понимаем как поклон ее правильнее называть видением богоматери святого Андрея она была известна византийской иконографии об этом можно судить по замечанию русского паломника диакона Александра который в 1391 году в Лахернской церкви видел икону богоматери цитаты южевидя святой Андрей на воздухе замермаляющейся следующий пожалуйста покров на снятогорской преске я благодарю благодарна памяти Марии Владимировне за то что она прислала эту фотографию и вообще всегда помогала нам в православной дископеде с текстами Владимира Дмитриевича включал фигуры богоматери ангела под красным покровом амафором лики святых можно уверенно говорить что романа в этой сцене быть не могло ему нет места следующий пожалуйста можно сравнить с иконой покрова из Суздальского Покровского монастыря нам известны которая показывает возросшее значение архитектурного фона объединяющего фигуры напоминающего об античном облике столицы следующее пожалуйста и вот эта последняя загадочная сцена Мария Владимировна говорила что даже в съемке Владимира Дмитриевича не сохранилось никакой фотофиксации этого участка судя по зарисовке Филатова и описанию Лазарева последняя сцена протеевангельского цикла имела насыщенный архитектурный фон и центрами ее было моление молодого клирика перед иконой или перед фигурой богоматери это очень близко к Суздальской иконе Покрова только на наш взгляд оно выстроено в другой проекции как бы в виде рельефа с бокового вида а не анфас рискнем предположить что неизвестная сцена это новый извод чудо о романе Святопеце но данные уже не как сонное видение а как чудо обретением сладкого глаза во время исполнения знаменитого Кандакана Ждества Христова Константинопольской церкви Богоматери пожалуйста следующее особенностью образа романа вот в этой старой древней Суздальской композиции Покрова короткая филонь это древний тип облачения мы благодарим Василия Григорьевича Пуцко на указание этого факта и в Киевской руси богослужебной традиции она сохраняется вплоть до 17 века она его распространенность указывает как миниатюра ватиканская иммунология так и особенность облачения святителя Николая на известной иконе с острова Литва пожалуйста следующее архитектура на иконах покрова 14 века служит символическим но все же указанием на столичные реалии ждея святого романа его связь с храмом Богоматери в Киеве одним из красивейших храмов столицы после перестройки в 12 веке на месте более древних зданий которые могли видеть самого святого и вот в остатках его декора выявлено фреска в нише с почитаемым образом Богоматери Кириотис с титром следующий пожалуйста разделение двух константинопольских чудес видение в Глахернском храме святого Андрея и явление Богоматери Диакому Роману характерно для новгородского искусства 14 века Покровские иконы в это время не имеют фигуры Амана и мы видим это как на древнейших иконах из Новгородского музея из Покровского Звейного мастеря пожалуйста следующее так и в более поздних произведениях вот я их только именую вплоть до 16 начала 16 века из разных собраний пожалуйста следующее здесь насыщение композиции идет за счет ликов святых и сама она превращает извод из как бы отдельного городского чуда в образ всей церкви совокупности церкви земной небесной воспевания литургии ее таинств пожалуйста следующее ну и к 16 веку константинопольские реалии там подчеркиваются иными деталями вот появляются такие загадочные интересные эпигуры как статуя царя Лусьяна пожалуйста следующее константинопольское чудо от иконы богоматери находит с хостом с известными сюжетами других чудес от икон например спасся на стене близ источника на иконе похвалы с Акафистом третьей четверти 14 века из музея Московского Кремля из Успенского собора пожалуйста следующее следующее глонение иконе богоматери в иконах и лицевом шитье Византии и Древней Руси как часть иллюстрирования Акафиста пожалуйста следующее памятники самые известные в общем-то уже сделаны большие капитальные исследования моментальные по этой теме пожалуйста следующее однако на наш взгляд константинопольские чудеса связанные с городом с памятью города о важных событиях находит место в иконографии уже в 11 веке и в Ватиканской монологии тому лучший пример здесь сохраняется память о землетрясениях страшных трусах пожалуйста следующее загадочное память пепла 6 ноября следующее пожалуйста нужно перечислять довольно долго константинопольских святых перенесение святых например мощей апостолов которые отсылают к истории конкретных храмов пожалуйста следующий благочестивых цариц Константинополя 9-10 века эту же эпоху в 14 веке начинает когда возникли из метагоры палеологовское время когда распространяется иконография Акафиста начинается формирование следующий можно начинается формирование изводов константинопольских чудес святителя Николая это соответственно чудо ковре чудо на вселенских соборах пожалуйста следующее и как бы связанных с ними киевских чудес чудо о пологчине из новгородской иконы житейной пожалуйста следующее чудо о киевском младенце здесь мы руководствуемся исследованием Гелиной Сергеевной Смирновой пожалуйста следующее на Балканах есть примеры когда перенесение тела Константинопольского святой блаженной Пороскиевой Петки из предместия византийской столицы в Тырново делает ее почитаемой святой на Балканах и мы ее знаем прежде всего как Тырновскую и Лисепскую и эти сцены становятся частью житейных циклов и ее икон пожалуйста следующее в позднее время история романа его константинопольских видений снов и вот этого духовного озарения она опять возвращается как бы становится частью Покровской иконографии но все-таки на первом плане уже остается такая всеобъемлющая не связанная только с образом Константинополя тема единства церкви зимой и небесной и само воздушение свитка начинает получать новое более важное прочтение что сближает иконографию певца романа с пророческими изводами 15-16 веков пожалуйста следующие сложившимися небезвлияния западного церковного искусства и сам он уподобляется ангелу или хелвину халдейскому отруку в печном действии и текст который он держит это уже совсем другое это как раз тот самый контакт праздника Покрова где его дни спеть стоит и пожалуйста следующий да вот это еще такое напоминание откуда что появляется пожалуйста следующий и как бы вот эта константинопольская вся тема она в позднем русском искусстве присутствует они как бы возвращаются в определенном смысле к истоку но конечно уже давлеть совершенно собственная своя заинтересованность прославления литургии и всеобъемлющей в таком образе церкви Покров получает местную интерпретацию как прославление всей церкви ее земных небесных ликов соединенных разными сюжетами константинопольским ведением святого Андрея и чудо Богоматери над диаконем Романа пожалуйста и последний ну вот собственно такое наше предположение хотя конечно очень сильно гипотетически поскольку сохранность вот такая какая и есть вот все спасибо большое Мария Александровна есть ли вопросы можно задать вопрос да конечно пожалуйста как стены храма Богородицы Кириотицы могут быть помнить роман святокапевцев когда сам храм около 1200 года и храм Богородицы в квартале Кира при котором был диаконим роман святокапевцев находился в другой совершенно части города ну возможно чисто топографически я просто хотела вас поставить ну как топографически в том что тот храм как проверить я сейчас не готов я сейчас не готов я понимаю допустим топографию да это сложный для меня вопрос спасибо за указание Мария Александровна два наверное вопроса один очень частный вот я имею ввиду подписи к миниатюрам которые вы показывали вы считаете что троицкий кондакарь довольно сильно отделен хронологически от апостола 1220 года или все-таки это рукопись одного круга и времени мне кажется что одного это просто стояла датировка рубежом 12-13 веков поэтому я спросил и второе вот если принять вашу версию о том что Снитогорах изображено ведение романа не кажется ли странным что при этом на северо-западе Руси этот сюжет как-то так больше не всплывал и наоборот там есть устойчивая иконография покрова Богоматери которая без него обходится тогда как на северо-востоке в центре это наоборот очень важный почти неотъемлемый герой пусть там не в составе сцены явление которое возникает вновь уже довольно поздно все-таки я думаю что это дополнительно требуется исследование чтобы ответить на этот вопрос и вообще если на него можно ответить в силу ограниченности нашей сохранной направленности будут ли еще вопросы если нет я думаю мы можем посвятить некоторое время дискуссии по услышанным докладам и вероятно вернемся и к докладу Марии Александровны желает ли кто-нибудь высказаться о докладе Ультина Николаевна Кузнецова и о образах птиц тренировок подвесок насколько я понимаю нет тогда следующий доклад Дарья Александровна Кобцова о пластинах из нижней церкви Гродно есть какие-то соображения реплики замечания не в виде вопроса в заявительном наклонении хотел сказать что по этому поводу что наверное вопрос о функциях этих пластин не самый главный из тех вопросов которые рассматривались в докладе но все-таки он довольно важен и вот по моим ощущениям хотя мы действительно знаем очень мало обо всем этом эта версия продолжает быть наиболее вероятной тем более что если я правильно понял эта структура могла иметь заворот на северной стене храма и если у нее был такой элемент то тут уже наше представление о том что могло быть входить в состав изобразительного декора могут и не работать и вполне можно предположить что в каких-то периферийных зонах этого скажем так сооружения находились и фронтальные изображения святых в том числе образ того же Семена Богоприимца собственно мы знаем по некоторым более поздним русским ансамблем провинциальным возможно архаичным что дейсусная композиция может включать себя на флангах фронтальные образы или даже может ну как бы быть не дейсусом но чем-то функционально его замещающим и включать фронтальные изображения да ну как в случае с иконами из Вазенца в Эрмитаже или как в случае с этим чином 14 века из Кяло Ваньге который разбросан по разным собраниям включает в себя как иконы персонажей в Малении так и изображение фронтальное можно мне тогда маленькое замечание да да Ирина Анатольевна да доклад очень интересный и замечательно что вот он будет такое исследование а по поводу предназначения все-таки для алтарной преграды они же очень маленького размера мне кажется вот это самый главный аргумент против алтарной преграды они там с ладонь все просто трудно представить вот и все все что я хотела сказать еще раз благодарю спасибо да кто-нибудь еще хочет высказаться по этому докладу тоже вот все другая алтарной преграды но во-первых их и нет таких да у нас какие-то представления есть все-таки византии сохранилось довольно много алтарных преград в том числе этого времени но и никаких подобных элементов нет поэтому я бы все-таки оставил скорее версию о Хоросе но как бы разбирать я хотел спросить насколько вот эти фрагменты могут сложиться в Хорос собственно говоря не богу они же были на деревянной основе там же судя по их форме отверстиям они должны быть на какую-то ровную поверхность то есть какие еще есть альтернативы если Ирина Анатольевна не иконостас а Хорос не мог быть деревянным с накладками бывают Хоросы поздние с деревянными иконками вставленными в металлической конструкции но это немножко другой случай нет еще конечно бывает престольная сень но там я понимаю нет не зафиксирована ее остатка аналой может быть какая-нибудь резница в общем малоархитектурная форма но это может быть и вот и над чем-то не обязательно сень там какая-то теория спросить действительно похоже для иконы например какой-то крупной конструкции кивота сени над иконой местные почитаемые тоже возможно да что касается размеров то есть представить себе какую-то композитную структуру алтарные преграды то может быть были каких-то для них гнезда ячейки в которых металлические детали находились остальные поверхности были как-то еще украшены если больше никто не желает высказаться по поводу доклада Дарья Александровна можем перейти к докладу Надежды Николаевны Тачиловой о художественных традициях династии Юань и государств Халагуидов у кого-нибудь есть мысли по этому поводу если позволите Александр Сергеевич да конечно Федра Никитович да пожалуйста я вот буквально может быть это будет полезно Надежде Николаевне поскольку если все-таки речь идет о поясном наборе в первом случае ну пусть это черный металл да не цветной тем не менее вот может быть для контекста это пригодится есть статья такая у Юрченко была о трех сотнях золотых поясов в Новгороде это не 13 век это время уже хана узбека но тем не менее может быть для контекста это будет полезно потому что там как раз речь идет о бордынской знати именно военно-новгородском конфликте в 1331 году но это в качестве соображения да еще доклад Ирины Александровны конечно кто-нибудь желает выступить по поводу иконы Петра Павла из Белозерска так доклад Марии Александровны Ханько о романе Садкопевце я очень быстро просто выскажу дело в том что да действительно живопись на этом участке сохранилась не лучшим образом но она есть до сих пор и в соборе Снитогорского монастыря до недавнего времени много лет стояли леса и с этих лесов эта композиция в общем хорошо была видна хотя это не значит конечно что с ней было все ясно вот я могу изложить свои впечатления мне казалось и кажется что там изображены предстояния персонажи которые среди которых вряд ли можно найти кого-то действительно безоговорочно похоже на роман славкопевцы мне всегда казалось что в этой сцене можно видеть один из вариантов старой древней иконографии положения Риза Богоматери а то что он тут стоит после покрова а не до но это может чем-нибудь объясняться может просто случайностью я бы честно говоря вот эту версию попробовал в качестве бы в качестве альтернативной рабочей гипотезы потому что это как-то по-моему больше соответствует и содержанию этой части цикла и самой схеме изобразительной которую мы там наблюдаем вот у меня вот такие впечатления будут еще у кого-то высказывания насколько я понимаю нет Илья Владимирович тогда вновь ваша очередь так дорогие коллеги я прошу только всех соблюдать регламент потому что ну это мне кажется правильно следовать неким законам которые мы уже установили итак это мое требование обращено к Александру Сергеевичу в том числе Александр Сергеевич Преображенский Московский государственный университет имени Бомоносов иконографическая программа алтарных росписей Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве и благочестия семейства Гутунова так да но вот требования соблюдать регламент в моем случае это всегда большая проблема но я постараюсь Илья Владимирович тогда сигнализируйте пожалуйста если я буду его превышать роспись Смоленского собора Новодевичьего монастыря это ансамбль которая в наши дни предстает перед нами в новом свете в гораздо более аутентичном виде благодаря ведущейся уже много лет сотрудниками МНРХУ реставрации этих фресок естественно в первую очередь этот новый его вид новое его состояние привлекает внимание к художественным качествам живописи но тем не менее заставляет и как-то вновь обратиться к вопросу об эконографической программе этого памятника который как легко понять является центральным ансамблем монументальной живописи эпохи Бориса Годунова центральным во всех отношениях и по размеру и по качеству живописи и по положению и по связи с историческими событиями эпохи я напомню что именно Новодевичий монастырь это была сцена того грандиозного действия которое мы все знаем по источнику художественной литературе призвание Бориса Годунова на опустевший трон московских Рюриковичей таким образом в китровской деятельности царя Бориса Новодевичьего монастыря что совершенно неудивительно отводилось важнейшее место особенно на первых порах когда начало нового царствования требовалось быстрого вековечия здесь уже существовал каменный собор эпохи Ивана Грозного который можно было сравнительно быстро украсить новой стеной живописью иконостасом помимо прагматических выгод это позволяло представить нового царя в качестве продолжателя деяний старой династии в связи со всем этим возникает вопрос как вел себя этот царь в качестве заказчика и вокруг каких идей строилась может показаться что ответ на этот вопрос ясен так как о росписях Новодевичьего монастыря не раз писали однако следует подчеркнуть что некоторые из посвященных им текстов основывались на неверных посылках а именно представлениях о том что и сам храм и живопись по крайней мере в основе относятся к эпохе Василия Третьего в других исследованиях исходивших из иной в наше время общепринятой точки зрения обоснованной Ниной Валерьевной Кулевидзе Годумовская роспись рассматривалась в довольно широком контексте идей и образов характерных для второй половины 16-го столетия исследователи обращались и к росписям алтаря хотя скорее в контексте общей проблемы развития программы алтарных росписей 16-го века в значительной степени их внимание сосредотачивалось на нарративных циклах четверяка которые составляют обширную но очень цельную программу напомним что она почти полностью сфокусирована на личности Богородицы и состоит из серии преобразовательных ветхозаветных сцен протоевангельского цикла акафиста и истории лидской римской иконы Богоматери эта тематическая однородность подчеркнутая равномерность распределения композиций которые захватывают западную стену собора довольно редкое качество отличающее комплекс от многих ансамблей включая ближайшего современника роспись Смоленского собора 1600 года впрочем на уровне общей идеи параллель ансамбля Смоленского собора составляет роспись Троицкой церкви веземах концентрирующаяся на теме бытия и хождения Троиц и также лишенная композиции Страшный суд а более ранним примером того же принципа являются росписи Покровского собора в Александрове хотя там богородичные циклы сочетаются с традиционным Страшным судом чистота и ясность таких программ фактически лишенных привычной эсхатологической составляющей в буквальном смысле слова и отказывающихся от принципа историзма способствует формированию особого рода пространства которое охватывает верующего и вводит его в однородную среду место многообразного присутствия покровителя храма в нашем случае Богоматери однако значит ли это что в Смоленском соборе нет иных узловых композиций если они есть является ли их роль чисто ритуальной формальной или это опорные точки замысла создающие поля значения насколько естественно они вписываются в ансамбль с какими его элементами находятся в диалоге на наш взгляд такие композиции камертоны росписи Смоленского собора есть они находятся в алтаре и предалтарном пространстве это предположение верно для любой росписи но в случае с Новодевичьим монастырем оно не так очевидно как кажется речь идет о сравнительно немногочисленных композициях которые не бросаются в глаза значительной степени скрыты современным стенописи высоким иконостасом и закамуфлированы архитектурой назовем их по порядку первая из них и сейчас доминирует да это алтарь и сейчас доминирует пространство собора это громадный образ богоматери Адигитрии Смоленской в люнете восточного рукава его размещение в этой зоне следует традиции помещать выше алтарной конхи крупную композицию экрессиологическую как сошествие святого духа или имеющую многослойное содержание как символическое так и связанное с посвящением храма последнюю традицию можно проследить начиная со сцены покров в восточном люнете собора Ферапонтового монастыря хотя приемы воплощения этого принципа не одинаковы так как зависит от нескольких перемен однако рассматриваемый ансамбль в этом отношении стал новым словом во-первых роль храмного сюжета храмного образа перешла к поедельно лаконичному сюжету чей иконный характер заставляет сконцентрироваться на теме молитвенного предстояния во-вторых эта тема подчеркнута другими средствами изображение Богоматери фланкирует фигуры анхангелов Михаила и Гавриила на западных граних алтарных столбов а на боковых стенах восточного рукава под сводами точнее под сводом представлена процессия из восьми предстоящих богородиц и святых которых можно видеть в частности на этом панорамном снимке снизу вверх несмотря на утрату подлинных надписей искажения имен в слоях поновления они поддаются определению слева изображены Федор Старкелат князь Борис святой в ярейском облачении по поздней надписи Тихон и преподобная жена тоже подлинная надпись Щелкова справа вот так они были после расчистки надписи уже нет справа мученица Ирина князь Глеб святая жена по поздней надписи Наталья и преподобная жена по поздней надписи Пороскева несомненно на самом деле это небесные покровители семейства Бориса Годунова и его царственных сродников Федор Старкелат соответствует покойному царю Федору Ивановичу и в то же время Федору Борисовичу Годунову мученица Ирина в данном случае лирийская царица Ирина Годунова и выночества Александре Борис вместе с Глебом самому Борису Федоровичу а святой в Иерейской Филоне который виден здесь может быть уверенно тождествлен с Феодотом которого было принято называть Анкирским как недавно доказано было Анной Федоровичной Литвиной и Федором Борисовичем Успенским это один из святых покровителей Федора Годунова причем по его крестильному имени парная Федор жена в зеленом Феодоту виноват жена в зеленом Мафоре и скорее всего Мария Магдалина чье имя насел царица Мария Григорьевна что касается преподобных жен то одна из них несомненно Ксения Римская святая царевна Ксении Борисовны а вторая очевидно Феодосия напоминавшая о скончавшейся детстве царевне единственном ребенке Федора Ивановича Ирины Годуновой состав святых довольно необычен для памятников времени царствования Бориса и отражает особую атмосферу начала его правления ангелы прежнего правящего семейства объединены с покровителями самих Годуновых умершие соседствуют с живыми а святые последней правящей пары московских Рюритовичей занимает привилегированное место вряд ли можно сомневаться что перед нами акт изобразительной легитимации новой династии аналогичной событиям и текстам временного царения Бориса в том числе летописцу самого Смоленского собора открывающемуся именем царица иноки Александра то есть Ирины особенно интересно что если судить по росписи Борис обретает царственное достоинство не только как Шурин усопшего государя и родной брат Ирины но и как старший кровный родственник мужского пола то есть наследник покойной дочери Федора Ивановича предстоя Богородице прежние и новые правители олицетворяемые соименными святыми оказываются в дважды сакральной зоне в пространстве алтаря и венчающей части храма это подчеркивается их непосредственным соседством с образом Святой Троицы распластанным по плоскости Восточного свода с художественной точки зрения это решение сложно признать удачным однако вынужденность свидетельства его необходимости не исключено, что образ Троица в некотором смысле замещает традиционную для этого компортимента Пятидесятницу и кроме того является наследником изображения гостеприимства Авраама которое присутствует между Восточными парусами Архангельского собора и Покровского собора в Александре однако по сравнению с этими памятниками роль образа Троица возрастает на порядок поэтому не исключая возможности подражания более ранним ансамблем мы как и в случае из процессии святых перед Богоматерью видим здесь изобразительную проекцию благочестивых обычаев рода Годуновых хорошо известно что в их религиозной жизни центральное место занимало почитание Святой Троицы выразившиеся в украшении строительства целого ряда храмов и монастырей фронтарная роспись Смоленского собора может считаться кульминацией этого процесса святые заказчиков уподобляются правцам находятся в постоянном общении с трепостатным божеством и как можно предполагать и достаиваются хлеба вечной жизни буквально сходящего с небес характерно что совсем неподалеку в центральном куполе он здесь частично виден размещена еще одна тринитарная композиция образ отечества в окружении небесных сил фера его воздействия окладывает в том числе и восточный рукав храма тема соименных святых правящего семейства для Годуновского времени была одной из центральных можно сказать что в целом она решалась более ярко чем при Иване Грозном однако роспись Смоленского собора выделяется и на этом фоне покровители почти всех членов царского семейства изображены два из-за столба и под сводом восточного рукава первая группа святых рассеянных по интерьеру и другими персонажами тогда как стараясь оборвать целостные прикладители заведующие тренеры личного мудрительного контакта заказчиков с Богородицей указывающие на их избранность не будучи портретом семейства донаторов эта сцена приближается к ним по своему значению она заставляет вспомнить не только довольно многочисленные семейные иконы Годуновых но и известия разной степени ясности позволяющие говорить о том что в московской культуре конца 16 века образовался нестойкий но все же заметный интерес к разным категориям прижизненных образов несвященных лиц в этой созданной русскими мастерами донаторские изображения выезжего выехавшего греческого иерарха Арсения Лассонского и сохранившиеся в редакции 19 века в Грановитой палате изображения Федора на престоле с Борисом предстоящим с боярами и уникальной золотой с изображением Бориса Бодунова эти факты как и подтверждающиеся памятниками инвектива Диака Ивана Тимофеева обвинившего Бориса в разделении Святой Троицы то есть двоица то есть в изображении Бориса без Глеба свои совокупности говорят об определенных сдвигах происходивших в недрах московской культуры отвыкшей от византийской практики репрезентации государя и донаторов и еще не освоившей идею европейского портрета симптомом нагревшей необходимости более индивидуализированных способов персонификации царственного заказчика кажется и роспись Смоленского собора вместе с тем нельзя не отметить странное качество этой композиции в отличие от образов Богоматери и Святой Троицы прекрасно просматривающихся из центра храма вереницу голеновских святых довольно трудно разглядеть и тем более распознать вряд ли случайно они ускользнули от внимания исследователей советского времени не упоминавших эту фреску редковской наставивших на отсутствие годуновских следов в программе роспись Смоленского храма в сущности композиции с патрональными святыми смело вводится в привилегированное пространство но вместе с тем скрывается от зрителя на это можно возразить отметив что таковы особенности архитектуры и габариты пространства Смоленского собора однако вернее будет сказать что эти же особенности архитектуры которых не было в украшенных живописи сооружения годуновского времени позволили осуществить описанную нами новацию без явного нарушения общепринятой нормы будучи невиделыми фигуры соименных святых годуновых все же соотнесены с другими элементами программы прямо под ними на внутренних границах столбов также скрытые от глаз Магаси сопоставлены обращенные друг к другу царь Константина Владимир Святой смысл сопоставления не требует расшифровки это вот так они выглядели до реставрации так они выглядели после раскрытия древней живописи однако ясно что размещение этих фигур в алтарной зоне также необычно и спровоцировано появлением сцены моления святых равнопостерные государя распространяют ореол своей царственности на семейство последнего московского Рюриковича и Бориса Годунова который через своего небесного покровителя как бы усыновляется Владимиром рядом с Владимиром Константином помещены медальоны со святителями согласно позднейшим надписям Емелианом и Милеки вполне возможно что эти фигуры относятся к другому суставному блоку однако стоит отметить что на память Емелиана Кизического 8 января пришлось погребение царя Федора а память Милеки Антиохийского 12 февраля довольно близка к моменту начала работы Земского собора избравшего Бориса на царство возможно выбор святых в этой зоне имеет мемориальное значение причем роль отдельных дат могла быть до конца понятна именно и только члены рода Годунова Константин и Владимир единственные представители царской и княжеской святости в алтаре Смоленского собора изолированы анастасом от святых представленных на четырех западных столбах вместе с тем очевидно что они мыслятся как предводители князей воинов мучеников и святых жен чьи крупные фигуры занимают предважное место в росте четверика следовательно сон святых в лице Константина и Владимира пересекает линию алтарной преграды включаясь движение Годуновских святых в сторону Богоматери или точнее их предстояние перед ней в росписи основного пространства храма идеи движения к востоку композиционно почти невыражима на нее лишь намекает фигура князя Всеволода Гавриила с храмом поставленная не фронтально а в повороте к алтарю направляя в его сторону к Богородице и Троице и всех остальных представляется что это не случайность расознанное использование традиционной псковской иконографической формулы в новых целях не нарушая общего состояния покоя святые нацелены на алтарное пространство куда их направляет приглашающий жест десницы Бориса царского патрона справа внизу в глубине это явные заместители к титру обновителя храма в связи с таком и напрямую связи с традицией посвящения храма в Троице связи прекрасно известные членам рода Годуновых о чем говорит эта известная вкладна псковская очевидная икона выложенная одним из Годуновых у Патерских монастыр идея пути к царствию небесному напоминая о шествии воинства небесного царя и воздей древнего и нового Израиля на известной иконе Устанского собора отсылает экстраграмме роспись Архангельского собора с фигурами погребенных там князей сопровождаемых образами соименных святых и обращенных в сторону алтаря к образу Софии Премудрости в Конфе тема общения с божеством выражена там даже более отчетливо и сюжетно чем в Смоленском соборе тем не менее ни один княжеский портрет не оказался по ту сторону алтарной преграды в более сдержанной росписи Смоленского собора этот шаг уже сделан почему он увлек за собой не только членов новой династии но и весь народ нового Израиля который в идеальном порядке представлен в многофигурной алтарной композиции Покров Богоматери сцене нерешенной литургических коннотациями превосходящей широтой своего содержания значение фигуры сюжетов традиционных для алтаря сама мысль поместить конку средней апсиды огромную сцену Покрова была не нова ее уже опробовали в росписи Покровского собора Александровой Слободы где Покров храмовый сюжет уступил в восточную Ленету спине спустившись с самого апсиды для этого шага можно найти много релевантных причин однако главный из них очевидно состоит в том в желании как можно крепче привязать Покров к алтарному пространству превратив сцену в семантическую кульминационную точку ансамбля сделав ее моментом окончательного триумфа Богоматери и конца земной истории был очень помещен в алтарную конху Покров с множеством предстоящих как идеальная модель православного социума являющего себя в храме во время богослужения и во всей своей полноте ставит знак равенства между этим обществом и горным миром куда уже стукили святые во главе с двумя равноапустными правителями смысл сцены в конхе Смоленского собора далеко не ограничивается идеей покровительства хотя она естественным образом сохраняет свое значение как кажется переходя в идею покоя как синонима духовного совершенства уже обретенного в церкви без всяких пауз приводящего на небеса мастера и заказчики росписи Смоленского собора очевидно отталкивались от убранства покровского собора в Александре более раннего царского храма они не стали обращаться к серапонтовской модели и не возвратили покров в восточные люны учитывая традицию размещения в эпизоне именно храмового образа и возможности колоссальной композиции богоматери Смоленской способной взаимодействовать с обширной аудиторией вместе с тем вступать в индивидуальный контакт с верующими в качестве увеличенной репки главной святыни храма более того они разрушили оппозицию покров страшный суд существовавший не только в Александрове но и в другом варианте в Ферапонтове из-за этого также из-за появления пятиярусного иконостаса в системе эвакуара Хмоленского собора посеет тезмокомпозиционные сословая ось запад-восток с другой стороны и вследствие этого максимально облегченным стал контакт между горним и дольным миром в самом наосе полноту теофонии являют один из самых архивных иконостасов с Отечеством Богородица как сопровождаемый ангелами небожительной циротности центрального купола и барабан в бене исторических лиц праузцев пророков и евангелистов остались только трипосактное божество и бесплотные силы доступность откровения и совершенство церковной жизни становится абсолютным изображенные в конхе молящиеся осенены сводами церкви и одеянием Богоматери реальные молящиеся ее гигантским образом ангельскими крыльями на восточных сцена справа удачным образом древняя восходящая еще к эпохе Василия Третьего посвящение пределов Диаконики позволила развитие буквально воплотить идею покоя нового Израиля олицетворяемого спасенными вавилонскими отроками которые нашли прибежище под крыльями сошедшего огненную печь архангела сцена ведения Григория Богослова в жертвеннике сошедшего небесных сил Эммануева в церковь при завершении литургии выполняя свои особые задачи тем не менее работает на то же ощущение постоянного присутствия высших сил не оставляющих человек Возможности тихого неявного диалога между росписями четверика алтаря и купольных стоит еще один также малозаметный элемент парные композиции на восточных гранях западных подкупольных столбов когда-то ошибочно связывавшиеся с пронавительскими работами 17 века но явно принадлежащие первоначальному замоку они выделяются не только как сюжетные сцены соседствующие с фигурами воинов и князей но и как плоскости другого формата помещенными подвесными пеленами которых нет на других гранях столбов эта позиция сцен может указывать на то что перед ними должны были стоять маленные места царя и царицы возможно вдовствующие причем место государя соседствовало с композицией спас недреманные окна соотнесенной со словами Псалма 120 не воздремлет ниже успнет храняя Израиль роль хранителя Израиля могла принадлежать как спасителю так и правителю избранного христианского народа как бы то ни было обе сцены спас недреманные окна и не рыдая мини-мати тесно связаны друг с другом на содержательном угром они сопосятся с событиями богослужения Великой Субботы изображают состояние покоя обещающего близкое торжество и самого Христа и Богородица в любых случаях выступающий в качестве не только страдающего персонажа но и спутницы царя славы причастной его скорому триумфу и вводящий христиан царство небесное все эти качества рифмуются с алтарной сценой покрова как образом торжества и идеального покоя церкви та же тема завершения исторического цикла полноты времен и осуществления спасения звучит и в купольной росписи где окруженный бесплотными силами Господь показан как творец мира существивший свой замысл в несколько ином но также оптимистическом ключе тема исполнения замысла Господа о человеке церкви и царстве выразилась несколько более поздней слиярской стенописи где в алтаре помещена антаргическая композиция «Домолчит всякая плоть» также содержащая идеальный портрет коллективной нового Израиля также связанная с темой Великая Суббота как порога на пути в вечность а на западной сцене находится символическая сцена собора Богоматрии в неполнотной покативной которая как уже часто об этом писали много заменяет страста Ису то уровень даже что оба но здесь реализуют принцип выделать более динамики в Смоленском соборе этой динамики нет здесь более важны тонкие собирающие нюансы что отчасти затрудняет восприятие учитывание это простота и своего рода бесконфликтности подписанного битвора итак простота и своего рода бесконфликтность программы стенописанного декора Смоленского собора качество одновременно реальное и кажущееся этот ансамбль находится в постоянном диалоге с более раненными памятниками столичной традиции но существенно переосмысляет звучавшие ранее идеи обладает уникальными качествами традиционные концепты получают в нем новое монументальное вместе с тем камерное речкостно окрашенное звучание не случайно требуя от зрителя внимания к новозаметным деталям к их диалогу к каким-то сокровенным элементам сценам которые вписывают в большой крупный моментальный ансамбль какие-то личные интенции заказчиков эти особенности как и тактичное а не громогласное риторическое соединение общего и персонального гармонируют и с общим замыслом ансамбля с удачим верующим в легкий переход к вечной жизни вечному покою собственно образными характеристиками искусства рубежа 16-18 веков спасибо спасибо большое будут ли какие-то вопросы можно задать вопрос я ослышался или это действительно так что покрова была названа концом земной истории ну нет само событие которое описано житья Андрея Еродива естественно таковым не является оно оно как бы воплощает в себе идеальный образ бытия церкви общества за которым как бы уже ничего нет все уже достигнуто и это как бы такая проекция на алтарном пространстве на грани небесной земной зоны идеального состояния царствия небесного я понял а второй вопрос такой может быть конечно скорее при дискуссии а кто же все же был адресатом столь сложной программы кто так сказать был способен ее считать и кому она адресовалась самому царю его окружению церкви там патриарху или господу богу ну я подозреваю что конечно наиболее информирован на всех нюансах был утокальщик и ведущий исполнитель его замысла в общем эта аудитория вполне достаточная мне кажется средневекового искусства остальным уже доставалось то что могло достаться спасибо спасибо будут ли еще вопросы да можно еще вопрос скажите пожалуйста Александр Сергеевич в оригинальном слое на богоматери Смоленской прослеживается ли какой-то золотой оассис я понимаю что там сохранность не важно но все-таки странно немножко выглядит что храмовая икона не вполне соответствует храмовому образу ну насчет асиста честно говоря сейчас сказать не могу и вообще тут присутствуют участники реставрационного процесса кто-то из них заходил в конференцию может быть они об этом смогут точнее сказать но в любом случае другие особенности этой композиции соответствуют образу богоматери смоленской но даже если понимать этот образ более широко как образ богоматери одегита он все равно соответствует посвящению собора и еще второй вопрос почему вы считаете что в монастырском соборе получается у нас да восточная грань южного стампа была царским местом это все-таки монастырский собор это традиционно было игуменское место ну мне кажется что здесь это конечно чистое предположение здесь все по идее нужно доказывать в том числе вероятно искать какие-то следы примыкания чего бы ни было но я просто исхожу из того что есть две парные композиции какое место может быть парном игуменском в данном случае не очень понятно если только не исходить из идеи о архиерейском и игуменском месте и во-вторых мне кажется исключительный статус этого храма он который храм монастыря в котором пребывала вдовствующая царица напоминаю до 1603 года когда скончалась Александра Ирина мне кажется позволяет говорить о том что это могло быть исключением из правил надо посмотреть писовые книги переписные книги ну их ранних то нет по-моему даже за 17 лет нет но конечно это было бы не вредно спасибо большое будут ли еще вопросы видимо нет так следующую докладчика я к сожалению не знаю как правильно ударение ставить прошу прощения Софья Николаевна Аитова Аитова я так и думал на всякий случай спросил Аитова Софья Николаевна Московский государственный университет имени Ломоносова лицевые рукописи и повествовательные циклы в иконах проблема нарратива в живописи второй половины 16-го начала 17-го века здравствуйте сейчас в рамках нашего исследования под нарративом поднимается повествительный цикл как форма визуальной репрезентации сюжета житийного или евангельского во всех видах средневековой живописи для повествительного цикла начиная с византийских эпистилев ранних элиминированных рукописей ранних житийных икон 13-го века характерна линейная композиция с группой эпизодов соблюдающая хронологические причинно-следственные принципы развития сюжета хотя конечно и тут бывает исключение с правил во второй половине 16-го века визуализация репрезентация повествительного цикла выконописи включая житийные иконы может причиняться новым принципам композиции между традиционными что естественно по-новому отражает проблему нарратива и связанные с ним аспекты прочтения восприятия и тому подобное характерным примером является нелинейная композиция линейного повествования о Рождестве Христа при анализе композиционной структуры повествовательных циклов русской живописи второй план 16-го века нас интересует вопрос о взаимоотношении лицевых рукописей иконописи а также возможное влияние одного медиа на другое культура второй план 16-го начала 17-го века неоднородна в грозненское время двигателем процессов области риторики повествовательности возможно послужило особое понимание об истории божественного домостроительства в который включается московское государство эта идея создала поле для экспериментов в области иконографии художественной передачи повествования во времени и пространстве для грозненской культуры характерны объемные системные концепции проекты как в книжности так и выконописи в книжности можно вспомнить такие известные темы проекты как великие чьи темнии домостроили иконописи иконописи сцены сошествия фоном а не обрамлением как это бывает в житийных иконах для центральных образов в среднике сами же иконы тесно связаны друг с другом и даже являются взаимосвязанным циклом изображений поскольку икона сошествиям в ад в среднике продолжает повествование иконы с распятием в этот же ряд развернутых повествовательных циклов можно поставить джетин иконы Александра Свирского с огромным количеством клеем 129 клеем середины 16 века Журавлева которая написала статью монографию об этой иконе объясняет такое количество клеем недавней экононизации преподобного как известно в эпоху митрополита Макария действительно была предпринята экононизация многих святых что вызвало появление большого количества иллюстрированных житийных текстов к которым мы еще будем обращаться ну вот например на экране миниатюры иллюстрированного жития Сергия Радонежского конца 16 века из из РГБ лицевые также в этот же контекст можно поставить и лицевые жития Зосима и Саватия Соловецких которые не показывают но тем не менее два списка конца 16 века из РГБ и ГИМа один начало 17 века из Национальной библиотеки все эти примеры отражают характерную для искусства второй половины 16 века зависимость желание добиться полноты объема подробности визуализации достигаются композиционным измельчением сюжета многократным умножением эпизодов и действующих лиц однако не всегда разрастание сюжета и умножение эпизода в границах одного изобразительного поля например Клима обуславливается лишь внимательной подробностью в иллюстрировании текста кремлевские иконы такие например как Спас Маленский с притчами середины 16 века демонстрируют что многоэпизодность это и стратегия связанная с наметанием символических смыслов в этой иконе построены по типу жутиной притчи в клеймах это не рядовые элементы в структуре линейного повествовательного цикла как слагаемый выстраивающий однородную сюжетную цепь а автономные теофонические композиции каждая из которых развивает представленный в среднике статичный образ Христа Учителя хронологический порядок клейм в данном случае возможно не так существенен цикл притч это не развитие сюжета текста Евангелия а про выражение самой идеи и про символическую визуализацию поучения Христа действенность которых выражена в сюжетной наполненности большого количества клейм в этом отношении показательно учительное Евангелие середины 16 века содержащие огромное количество неоднородных по композиции по размеру миниатюр иллюстрирование духовно-поучительного текста оказывается не таким прямолинейным как иллюстрирование прозаического текста по типу жития поскольку миниатюры здесь имеют более символическую форму и так как мы обозначили расположение нескольких эпизодов из цикла в границах одного клейма или одной миниатюры не всегда обусловлено стремлением к подробности иллюстрирования текста и даже если обусловлено то форма восприятия интерпретации такой композиции в ее отношении к среднику гораздо сложнее расположение нескольких житийных сцен клейме дает возможность пространственно развернуть новеллу и одновременно ее замкнуть границ одного клейма то есть это способ своего рода концентрирования смысла и акцентирования самоценности конкретного события притча или житийной сцены в лицевых рукописях происходят аналогичные композиционные процессы воспроизведения сюжета дробления сюжета на части или наоборот его расширения так в уже упомянутом нами троицком списке лицевого жития Сергия Радонежского конца 16 века который сейчас на экране содержание одной миниатюры не ограничивается изображением одной житийной сцены как это было в предшествующих столетиях книжных иллюстрациях большинство миниатюр этого сборника представляет собой композицию из нескольких сцен от двух до более десятка основной композиционный прием это многократное повторение фигуры святого в пределах одной миниатюры причем в ряде случаев две фигуры одного персонажа в разных позах частично накладываются друг на друга такой принцип изображения необъясним лишь непосредственно связью с текстом поскольку в более ранних рукописях иллюстрации не были склонны к такому многократному умножению главного персонажа хотя он встречается уже в лицевом житии нефантоконстанского 30-40-х годов 16 века этот прием скорее демонстрирует нам эффект нагнетания и умножения действия в едином хотя и сложном составном пространстве в итоге исключительно визуальными средствами художник стремится передать растягивание действия во времени подобный принцип призван выразить как внешнюю так и внутреннюю духовную активность святого что касается композиционных компонов нескольких или даже множества жизненных эпизодов одной миниатюре то они создают эффект распределения между передним и дальним планами иллюзия дальнего плана создается с помощью архитектуры миниатюрист изображает постройку наполовину роста персонажа такой способ создания многопланового пространства с несколькими сценами будет применен довольно часто например в боковых клеймах житийные иконы Сергия Радонежского из музея-зубоведника Коломенское также в ряде строгановских икон начала 17 века например иконы мастера Михаила Воскрешения Лазаря и все же композиционные стратегии в иконописи отличают ее станковость с преобладанием композиционного центра с которым соотносятся все элементы изображения композиции книги с которой согласуется миниатюра наоборот характеризуется равнозначным распределением смысла по всем страницам рассчитано на то что иллюстрация это как бы дополнение к тексту масштабы всей книги миниатюрам присуща дискретность временными паузами между наступлением каждого сюжета даже в таких казалось бы хаотичных по композиции иконах как Рождество Христово расширенного извода который кстати тоже можно поставить выше обозначенный контекст объемных развернутых циклов многоэпизодная композиция имеет центральное ядро которое собирает весь сюжет в единое целое композиция Рождество Христово расширенного состава получившая широкое распространение в живописи 16-18 века в основном в иконах но есть исключительные случаи фрески миниатюры демонстрируют еще одну тенденцию альтернатива расширение традиционных иконографически стандартных сцен праздников до повествовательных циклов которые в отличие от икон со средниками и клеймами имеют нелинейную композицию подчиненную структуре иконографической формы сюда же можно отнести иконы тротицы ветхозаветной которые сейчас на экране как пример в ряде которых начиная с конца XVI века на второй план помещается небольшой цикл прибытия отбытия трех ангелов представленных как ретроспекция по отношению к центральному сюжету гостеприимства Авраама а также иконы тоже как пример показываю одну а также иконы воспрещения сошествия с дополнительными сценами композиция Рождества Христова расширенного состава представлена в миниатюр исключить в качестве исключения вот в этом слове такого в принципе не характерно для миниатюр в слове зачатия Анна Претечи Егоровском сборнике 60-70-х годов на двух разворотах страниц расползание миниатюры на несколько страниц демонстрирует радикально новый принцип устройства миниатюры почти что не встречавшийся ранее как и в иконе тема Рождества Христова представлена как панорама события требующая широкого пространственного охвата несмотря на отсутствие регулярной понятной для восприятия расстановки сцен цикла панорама держится расположенной в небесах фигурой Господа Слоофа от которой сюжет распространяется в разные стороны похожую композицию продолжающуюся на нескольких страницах можно обнаружить также и в сказании о чудесах архистратига Михаила из этого же составного сборника Егоровского «История Адама и Ева». В целом же художественное оформление этой рукописи как будто избегает регулярности в расположении миниатюр а сами иллюстрации выходят за пределы своего поля вытесняя текст композиции полны персонажами в действии все и все восхваляют созданный Богом мир такая нелинейная композиционная система нарративного цикла применяется начиная с последней 3-16 века в житийных иконах например икона Александра Свирского с житийными сценами несмотря на кажущуюся необозначенность центра ввиду равнозначности всех сюжетов композиции имеет все же эпицентр это образ Богоматери который поклоняется Александр Свирский из презаического процесса строительства монастыря сюжет приобретает значение духовного восхождения к Богу к этому же роду произведений имеющих родство с житийными циклами но построенных иначе композиционно мы можем отнести икону Никифора Савина подробнее святого на богослова рубежа веков несмотря на то что состоящий из нескольких эпизодов сюжет сконцентрирован на одном событии отметим теперь как житийная формула портрет святого цикла его жизни представлена в форме миниатюры из чего можно сделать вывод о влиянии композиции характерной иконы на книжную иллюстрацию формально находясь раньше текст и миниатюр с житийными эпизодами выходная миниатюра с фигурой святого может восприниматься в том же собственно говоря в том же ключе что и ростовая фигура святого в житийной иконе выходной миниатюре близок к тип миниатюры встречающийся в иллюстрациях жития Сергея Радонежского вот картинка в центре в центре представлен фронтальный ростовый образ преподобного а по сторонам от него два сюжетных эпизода эта иллюстрация сопровождает похвальное слово сергию которое в целом следует который в целом следует житийной хронологии но характеризует скорее персону святого чем его биографию отсюда как бы его выделение и акцентирование полнота жизненного цикла заменена его кратким изложением с акцентом на манифестацию святости персонажа и лишь какой-то гранью его биографии интересно то что такой тип миниатюры оказывается одним из ранних примеров житийного варианта с ростовой фигуры святого и с житийными сценами в среднике которые появятся во второй плане 17 века таких примеров на самом деле довольно много но вот я показываю один это к вопросу еще и о путях развития повествовательного цикла и проблемы нарратива уже во второй плане 17 века в самую последнюю очередь обозначим формальные признаки сопровождающие обозначенные выше тенденции ну вот как пример оставляю вот эту икону троицы ветхозаветной с дополнительными сценами на фоне а именно развитие в обоих медиа изображения в частности внутровых палат а также ландшафта они позволяют обозначить координаты пространства сюжета также подобно джотовским пространственным пробкам разместить и расположить житийную сцену благодаря развитию архитектурно-природного пейзажа художники могут располагать и группировать в единую взаимосвязанную композицию большое количество эпизодов как в случае из такого типа иконами так и в случае с иконами Рождества Христова расширенного иконографии и в заключении скажем что тема нашего доклада конечно не исчерпывается обозначенными в ходе доклада моментами мы схематично обозначили лишь основные тенденции вектор развития поистоятельного цикла включая традиционную житийную икон со средними клеммами отражают новый аспект риторики повествования в позднесредневековой культуре необходимость сопоставления исследуемой проблемы в иконописи второй плане 16-го начала 17-го века с книжными иллюстрациями обусловлена с одной стороны сложившимся убеждением и вместе с ним методологическим подходом о том что миниатюра рукописи зачастую первична для новых композиций так как тесно связанной с текстом и мобильной с другой стороны миниатюры напрямую отражают поставленную проблему нарратива поскольку иллюстрирует текст содержащимся в нем повествованием поэтому кажется что повествовательность икон этого времени часто встречающая вследствие три слова но в нашем докладе речь идет именно о повествительных циклах обусловлено влиянием миниатюры этого времени в этой связи наше исследование показало то что несмотря на имеющиеся параллели например умножение сцен в границах одного изобразительного поля например в границах племянной миниатюры и несмотря на область взаимовлияния появление в рукописях панорамных миниатюр на развороте страниц обе формы живописи в смысле визуальной передачи поискования в форме поисковательного цикла довольно самостоятельно ввиду индивидуальности художественных приемов и ввиду индивидуальности их функционирования в стереоополагающиеся всего за внимание спасибо большое Софья Николаевна будут ли вопросы слушатели судя по всему вопросов нет еще раз спасибо следующий доклад Анна Ивановна Грибкова государственного института искусствознания житийный цикл преподобного Савы в росписи предельной церкви рождественского собора Савина-Старожевского монастыря 1649-1650 году Добрый день в состав росписи предела преподобного Савы собора Рождества Богородицы Савина-Старожевского монастыря входит житийный цикл основателя обители единственный среди памятников монументальной живописи он занимает южную, западную и северную стены основного объема и подробно иллюстрирует события земной жизни святого и его посмертные чудеса житийный цикл находится под поздней записью однако его структура и иконографический состав сцен могут указывать на связь с программой середины 17 века в современной живописи основного объема рождественского собора до настоящего времени цикл жития святого в росписи предела не был предметом специального исследования в существующих публикациях Кондрашиной и Шалиной об иконографии преподобного Савы содержатся лишь краткие упоминания о наличии сцен жития в пределе изучая основные этапы строительства собора постовалов указывал на повторение первоначальной программы росписи существующей живописи предела между тем житийный цикл святого Савы в соеменном пределе входит в интересную и малоизученную группу стенописных программ галерей и предельных храмов которые демонстрируют появление новых иконографических тем и связаны с особенностями духовной жизни русских монастырей выявление памятников которые могли стать образцом для росписи Савинского предела рассмотрение особенностей иконографии входящих в состав цикла композиций а также комплексный анализ позднего слоя живописи как воспроизведение программы росписи середины 17 века являются главными задачами настоящего доклада предел преподобного Савы примыкает к Рождественскому собору с южной стороны и представляет собой бестолбный одноапсидный объем предположительно он был построен в середине 16 века вслед за канонизацию святого Савы на Макарьевских соборах 1547 и 1549 годов в середине следующего столетия Савинский предел как и весь Рождественский собор и галереи был украшен новой стенописью Работы велись по указу царя Алексея Михайловича бригадой царских иконописцев оружейной палаты с 1649 по 50 годы В дальнейшем живопись неоднократно поновлялась в конце 18 века в 1835 году а в 1872 в 1873 годах собор был полностью расписан масляными красками На протяжении 20 столетия поновительские работы в пределе не проводились и поздний слой живописи был значительно утрачен и только в конце 80-х годов роспись предела была отреставрирована однако программа середины 17 века до сих пор остается нераскрытой Благодаря позднему слою сюжеты росписи хорошо идентифицируются но насколько точно они повторяют первоначальную программу еще предстоит определить Тем не менее есть и основания полагать что поздний слой несет отпечатки ансамбля середины 17 века На это указывают не только раскрытые во второй половине 20-го столетия живопись в основном объеме храма и небольшие расчищенные фрагменты в южной и западной галереях которые повторяют первоначальную программу но и фрагменты росписи в алтаре самого Савинского предела наличие житийного цикла в пределе напрямую связано с прославлением мощи преподобного Саввы очевидно что к середине 16 века сложилась и житийная иконография Звенигородского чудотворца в ее основу легло географическое сочинение которое было написано иноком Маркелом Безбородом сразу же после канализации Святого это подтверждает небольшое количество памятников того периода о существовании которых известно только благодаря сохранившимся описям иллюстрациям и фотографиям начала 20 века все они опубликованы в патологии преподобной Савва Стражевский иконографии 15-го начала 20-го веков авторов Седова и Шалли в число этих памятников входят икона преподобной Савва в молении образа царица с житием и чудесами в клеймах второй половины шестнадцатого века икона преподобной Савва с житием и чудесами в шестнадцати клеймах второй половины шестнадцатого века последняя известна по литографии в книге Служб 1876 года и могла быть самым древним житийным образом святого ставшим образцом для последующих произведений еще известна икона преподобной Савва с житием и чудесами в двадцати клеймах второй половины шестнадцатого века или около 1648 года висевшая в конце девятнадцатого века на южной стене собора над ракой святого а также шитая для нее в 1648 в 1649 годах подвесная пелена с житием и чудесами в двадцати клеймах кроме того уцелела литография выпущенная в 1903 году в московской типографии Сытина на которой изображен снимок с древней иконой что в правой стороне раки святых мощей преподобного Савва к поздним сохранившимся произведениям относятся иконы 1835 года и собрания Лихачева она представляет собой большую ценность поскольку была написана одновременно с работами по поновлению стенописи в соборе в старинном вкусе и могла сохранить древнюю иконографическую традицию изображения жития святого Саввы таким образом в настоящее время известны воспроизведения лишь четырех памятников с циклом жития святого это литографии двух икон 1876 и 1903 годов и фотографии иконы в 20 клеймах и шитой для нее пелены между тем даже соотнесение с программой росписи в пределе этих памятников поможет определить насколько точно поздний слой копирует программу середины 17 века и какие образцы легли в ее первоначальную основу повествование житийного цикла в росписи предела начинается с верхнего регистра где в люнетах находятся события земной жизни святого первые две сцены на южной стене связаны с троицей сергием монастырем здесь изображены явления богородицы преподобному сергию радонежскому и благоверный князь георгий юрий дмитриевич звенигородский умоляет преподобного савва устроить монастырь первая композиция представлена редким иконографическим изводом с тремя фигурами преподобных сергия савва и никона радонежского такая же по содержанию сцена находится в клеймах на литографии из книг служб 1876 года и шитой пелене ее идейный замысел заключается в стремлении показать не только эпизод пребывания святого савва в троицейском монастыре но и перенести благословение богоматери на созданную позже Звенигородскую обитель иконографический состав и содержание второй сцены также повторяет клеймана литографии 1876 года и шитой пелене между тем на иконе и пелене присутствует еще одна важная деталь указывающая на связь с троицким монастырем это образ троицы в облачном сегменте в росписи предела этого фрагмента нет однако большой участок свободного места в верхних частях композиции может указывать на его включение в программу середины 17 века рассказ о пребывании святого саввы в троицком монастыре заканчивается композицией преподобный саввы устроил монастырь на месте сторожа в люнете западной стены как и в клеймах иконы на литографии 1876 года и шитой пелене святой предстоит в молении образу богоматери с младенцем а на заднем плане показана церковь и монастырская стена действия следующих двух сцен также разворачиваются на фоне сторожевской обители и посвящены военному походу князя Георгия на западной стене помещено благословение князя Георгия на битву с булгарами на северной по пророчеству преподобного савва князь Георгий победил булгар в изображении последней святой савва осеняет князя крестом а тот в свою очередь благодарит его за божественное заступничество и великую победу иконография двух сцен в росписи предела оказывается близка к клеймам шитой пелены иллюстрация земной жизни святого завершается на северной стене сцены представления преподобного савва на иконе с двадцатью клеймами второй половины шестнадцатого века которая находилась на драке святого аналогичная по составу и содержанию сцены помещена в том же месте как и в шитой пелени кроме того эта особенность повторяется на иконе опубликованной в 1876 году и в житийном образе 1835 года в нижнем ярусе предела показаны сцены с посмертными чудесами святого первые три знакомят с историей создания древнейшего образа преподобного савва на западной стене помещены явления явления игумена Дионисия во сне святого и повеление написать свой святой образ и вопрошание иноков игуменом Дионисием о подобии преподобного савва на северной стене игумен Дионисий пишет образ преподобного На литографии иконы 1876 года и Шейтопелине это событие также разбито на три клейма, а их единый иконографический состав буквально взят за основу для росписи предельной церкви. Следующие две композиции на северной стене иллюстрируют чудеса исцеления преподобным Саввы человека, одержимого нечистым духом, и исцеления очей инока от покрова на гробнице преподобного Саввы. Содержание двух сцен оказывается близки к клеймам на литографии из книг «Служб 1876 года» и Шитопелине, что также указывает на следование единой иконографической традиции. На этом иллюстрация житийного цикла в Саввинском пределе заканчивается, однако не завершается во всей программе росписи. Нехватка пространства в предельной церкви не стала причиной, чтобы сократить цикл, а наоборот заставила художников найти такое место, где его продолжение было бы самым удачным. Этим местом оказалась восточная стена Западной галереи, выбор которой не случайен. Во-первых, эта часть храма связана с местом, где предположительно был погребен преподобный Савва, а во-вторых, именно здесь произошло чудо с разбойниками, которые намеревались обокрасть храм через окно ежиесть у гроба святого. Но им помешала внезапно возникшая гора, которую они никак не могли преодолеть. Изображение этого события помещено в левой части люнета и по своему составу с кожей, с клеммами на литографии иконы 1876 года и шитой пелене. Однако в росписи отсутствует главная деталь – высокая гора, символизирующая собой неприступную крепость. Очевидно, что первоначально этот фрагмент входил просто в композицию, но при поздних поновлениях был утрачен. В правой части люнета изображено чудо исцеления очей инока, отрением их покровом от гроба преподобного Савва, состав которой схож с клеймом на шитой пелене. Судя по всему, здесь показана история исцеления монаха Вениамина, который припал к гробу святого Яко-Неочима воззретье Мажаша. Амыв после этого лицо священной водой, инок исцелился. Ниже, справа от окна, находится исцеление игумена Месаила у гроба преподобного Савва. Аналогичная по содержанию композиция воспроизведена в клеймах на литографии иконы 1876 года и шитой пелене, что говорит о существовании единой иконографической схемы. На этом иллюстрация житийного цикла святого Савва как в росписи предельной церкви, так и в рассматриваемых памятниках XVI-XVIII веков заканчивается. Композиция моления преподобного Савва перед образом Богоматери в пещере, помещенной слева от окна, не входит в рассматриваемый цикл, поскольку иконография этого образа сложилась лишь во второй половине XIX века и была связана с созданием скита на месте древней пещеры святого. Скорее всего, это изображение появилось здесь во время записи храма в 1872-73 годах и символизирует молитвенный подвиг, безмолвие и отшельничество основателя обители. При анализе существующей программы росписи предела выявляется заметное сходство ее иконографических особенностей с утраченными памятниками второй половины XVI-XVII веков. На это указывают одинаковая последовательность изображаемых сцен, единый принцип расположения композиций, общность схем каждой композиции, детали архитектуры и других предметов, совпадение количества персонажей, их поворотов и жестов. Однако количество житийных сцен в росписи предела меньше, чем в иконах и пелене, всего 14. Здесь отсутствуют некоторые композиции с чудесами святого Саввы, в частности изображения с исцелением жен боярского сына Иоанна Ртищева Георгия, а также сцены, подробно иллюстрирующие чудо с игуменом Мессаилом. Скорее всего, сокращение житийного цикла в росписи связано не только с ограниченным количеством мест, но и с желанием заказчика изобразить главные события и чудеса из жития преподобного Саввы. Таким образом, при выполнении стенописанных работ в 1649-50 годах художники ориентировались на уже существовавшие в то время памятники, в частности на житийную икону преподобного Саввы в 20 клеймах второй половины 16 века и шитую для нее в 1648-49 годах пелену. По всей видимости, речь может идти о не слишком широкой, но устойчивой монастырской традиции – иллюстрировании жития святого. И хотя роспись Саввинского предела находится под поздней записью, анализ существующих композиций свидетельствует о повторении программы середины 17 века. С памятью об основателях крупных русских обителей связано крайне мало поздней средневековых росписей бестолбных храмов. Известно, что житийными сценами были украшены церковь преподобного Никона Радонежского, примыкающая к Троицкому собору Троицы Сергиевого монастыря, а также утраченные в 80-е годы 18 века предел преподобного Кирилла Белозерского Успенского собора Кирилла Белозерского монастыря. Очевидно, что создатели программы предельной церкви Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря ориентировались на идею росписи надгробных пределов русских святых, к сожалению, не дошедших до наших дни памятников. Кроме того, данный выбор связан не только с историческими обстоятельствами и посвящением предела, но и с предпочтениями его благоукрасителя в середине 17 века, царя Алексея Михайловича, для которого монастырь стал любимым местом богомолия. Особое почитание преподобного Саввы, очевидно, и побудило царя расписать предел на тему жития чудотворца, а в качестве основы были взяты уже существовавшие храмовые образы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анна Ивановна. Будут ли вопросы? Анна Ивановна, у меня есть небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, какова площадь расчищенных участков? Площадь расчищенных участков минимальна. В пределе, в самом рассматриваемом цикле ее практически нет. Но есть участки в алтарном пространстве предела, которые позволяют нам ориентироваться на то, что роспись была восполнена при поздних понавлениях. Просто возникает вопрос, мне кажется, не только у меня, кто на кого ориентировался. Потому что вы показали нам некие примеры памятников 17 века, которые действительно схожи с тем, что вы показываете. Но насколько это реально может быть памятник именно середины 17 века? То есть скрывается ли под памятником 19 века, памятник 17 века? Чем это можно доказать? В галерее и в алтаре предела существуют расчищенные фрагменты росписи, которые восполняют памятник 17 века. То есть поздний восполняется. За счет этого мы предполагаем, что в основном объеме, в наусе предела, росписи также восполняют 17 век. Но, может быть, все-таки более корректнее было бы назвать тогда, у вас заголовки здесь в росписи 1649-1650-х годов, а росписи-то мы не видим, да? То есть все-таки в росписи 19 века. Меня это немножко смущает, честно говоря. Возможно, возможно, да. Это стоящее, как бы, такое, да, замечание. Не подумала об этом. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Нет больше вопросов. Тогда, пожалуйста, следующий докладчик Федор Никитович Веселов, Санкт-Петербургский государственный университет «Сон царя и благословение пророка. Миниатюры русских лицевых списков сербской Александрии». Согнешь секундочку, коллеги. Кажется, так должно быть видно, да? Да, спасибо вам большое. Все, ясно. Спасибо вам большое. Ну, прежде всего, позвольте мне стратегию благодарность, но выразить организаторам конференции, нашим сегодняшним хозяевам, Александру Сергеевичу Илье Владимировичу, это нелегкий труд вести секцию. Речь сегодня пойдет о том, собственно, чем мне, наконец, удалось заняться в полной мере. Это лицевые списки сербской Александрии, рубки по происхождению. Тут, наверное, вкратце я напомню историю быстро текста Александрии, романа об Александре Македонском, позднеантичного, который развивается достаточно сложно. Ну, и в итоге для нас важны Александрия хронографическая, которая, это перевод второй греческой редакции романа, и есть желтым выделена на слайде вторая редакция, которая в рамках лицевого летописного свода хронографического сборника, она иллюстрирована. Но кроме нее есть еще одна иллюстрированная хронографическая Александрия, ее тоже придется привлекать. Ну, и, собственно, сербская Александрия через ряд редакций, да, известно, ну, лучше сказать, два иллюстрированных южнославянских писка, там, третий почти не содержит ничего, вот, и 14 русских лицевых рукописей, которые мне удалось выявить, но здесь единственный пункт, это предпоследнее собрание Вяземского в публичке. Есть три рукописи в одну строчку, потому что иначе не помещаются. Получается достаточно большой объем материала, поскольку в каждой из этих рукописей, ну, некоторые совсем плохо сохранились, там, от 50 миниатюр и до 350. Всего это больше 2000 миниатюр, и чтобы с ними работать, их необходимо каким-то образом систематизировать. Ну, систематизация мной была предпринята на основе следующего, да, это схожесть композиционного построения миниатюр, это сходная интерпретация характерных черт, персонажей или деталей, или стафажа. Это положение в тексте, собственно, сам характер текстов, в рамках которых миниатюры находятся, потому что в данном случае мы, конечно, говорим про иллюстрации. Ну, и подписи, если они не всегда есть, иногда они бывают, иногда они привносятся читателями. Ну, и, наконец, последнее, это стиль исполнения миниатюр. Почему в последнюю очередь? Потому что в рамках, да, одних групп, например, текстов, миниатюры далеко не всегда выполнены в одном стилевом решении. А вот такое распределение по группам дают следующие группы. Они выделены, соответственно, разными цветами. Ну, пять всего, получается, групп. Это одна из них. Условные названия Барсовская, куда входят три рукописи. Я не буду сейчас называть рукописи, чтобы не тратить время. Думаю, что если будут вопросы, я на них отвечу в рамках дискуссии или вопросов и ответов. Итого пять групп и две рукописи, которые не относятся ни к одной из групп, поскольку не сходятся по предложенным методическим чертам. Это собрание Хлудова и собрание Забелина в Государственном историческом музее. Ну, вот по поводу схожести, если брать, да, это, например, Барсовская группа. Здесь очевидно, да, единая иконография вот необходимой композиции. Это композиция, в которой Александр запирает нечистые народы. Здесь есть вот карты, которые присущи этой группе. Да, ну, в частности, расположение ворот, за которыми запираются нечистые народы. Это иконография нечистых народов, которые имеют и воловьи головы, и псовые обязательные, и антропоморфные черты. И вот такие вот устройства из труб, о которых тоже я чуть позже скажу несколько слов. Уваровская группа, она характерна двумя достаточно поздними рукописями, но есть еще рукопись Третьяковской галереи, изданная, ну, вот в рамках письменных памятников Третьяковской галереи. И, судя по всему, судя по композициям миниатюр, она является дальним-дальним родственником этой группы. Вот, и в рамках этой группы, например, миниатюры Третьяковской галереи, они уже компонуются там по две и по три вместе на одной иллюстрации, на одной, простите, листе, на одной стороне листа до этого Третьяковской галереи, они больше разбросаны. Но тут, что является решающим, это отсутствие в иных рукописях миниатюр на вот конкретно данный сюжет. Ефросиновская группа тоже, это две достаточно поздние рукописи 18 века, начала 18 века. Опять же, здесь есть сюжеты, характерные только для этой группы, в других группах они не встречаются. Вяземская группа очень близка по стилю, но если, скажем, рукопись исторического музея, и она поинтереснее, она подробнее, она выполнена более профессиональным художником, то очевидно, что здесь мы имеем дело с копией. И опять же, это подтверждается разным возрастом рукописи. Ну, рукопись Уваровская постарше, чем рукопись Вяземская. Простите, рукопись музейская постарше, рукопись Вяземская. И еще две рукописи интересные. Одна из них, это так называемая Петровская Александрия, это собрание библиотеки Петра Первого, библиотеки Академии наук. Это потрясающая альбомная рукопись, очень красивая, подносная, сделанная для, судя по всему, для царевича в 1676 году в посольском приказе. Ну, вот мной была еще обнаружена рукопись. Она была опубликована до этого, тоже в собрании Вяземского в публичке, которая, судя по всему, является ее черновиком. По крайней мере, схожая с композиционной и миниатюрой, она не вызывает сомнений. И это вот на протяжении всей и всей рукописи. Кроме того, там текст одинаковый, и по тексту тоже доказывается, что это терновик. Ну, и кудовская и заберинская рукописи, которые сложно отнести к какой-либо из выделенных групп. Всего проиллюстрировано 449 сюжетов романа в разных рукописях. И общими, то есть параллельно проиллюстрируемыми во всех группах или во всех рукописях, всего 9%, всего 39 сюжетов. То есть разница очень большая, да, вариативность очень большая, поэтому, с моей точки зрения, здесь нельзя говорить о том, что у этих 14 лицевых рукописей может быть какой-то единый лицевой протокол или они восходят к некому единому лицевому архетипу. Скорее всего, их было много. Вот чем объяснить того, что так мало общих сюжетов, вот они здесь перечислены, не буду на них останавливаться, и чем объяснить такую вариативность. Ну, что касается вариативности, в данном случае это пример с явлением волхва Нектана в образе чудовища Олимпиаде в ночь зачатия Александра. Ну, нужно сказать, что еще Ариана и у прочих историков античности появляется легенда о том, что Александр на самом деле не сын Филиппа, что там все намного сложнее, и, собственно, эта легенда, она через псевдоколисфенов Роман доходит и до Руси. Ну, и здесь видите, что иконографии, вот, собственно, этого самого бога Омона, который является Олимпиаде, они самые разные. Есть вот, условно говоря, антропоморфные, есть больше такая зооморфная. И это полностью, оказывается, зависит от текста. В чем в тексте, тексты разные, здесь они приведены. Ну, вот, описывается глава Орля, на нем Рози Василиска, выкрыва джи и три косы златы тервлен. И мы видим, вот, собственно, Орлимную главу, крылья и прочее. В других рукописях добавляется, что еще опаш аспидов, ну, то есть хвост аспидов, и ноги львовы и так далее. И здесь вновь видна зависимость от текста. Еще более характерная зависимость от текста, это вот сюжет со сном царя Филиппа. Когда сначала Волх Нектанав, он является к Олимпиаде и зачинает Александра, параллельно Филиппу снится сон о том, что у него наконец-то будет долгожданный наследник. Филипп в это время на войне находится. И там тоже достаточно интересно получается, по крайней мере, несколько иконографий. Тут есть бог Омон антропоморфный с ребеночком, есть заморфный с ребеночком, есть без ребеночка, просто с рогом, и есть с человеческой рукой. Это полностью оказывается связано с текстом, поскольку текст эволюционирует. Вот явись ему бог Омон во сне по образу льва, рогом золотым, на нем о Александре весь нося. Дальше с рогом золотым Александрову руку нося. И дальше через несколько переписываний текста допускается ошибка Александра в руку нося, и в руке у зооморфного Омона появляется маленький ребеночек Александр. Не всегда изменения иллюстрации связаны с текстом. Иногда необходимо найти текст, который объясняет сохранившуюся иконографическую схему. Так в рукописях Барсовской группы есть вот такой инструмент с трубами, который связан с запиранием Александром нечистых народов. И в тексте это нигде не объясняется. Это объясняется в тексте некоторых других списков и тоже сохраняется иногда этот инструмент. Но тут речь идет о том, что Александр поставил трубы на все страны, да когда с коей стороны ветер повеет, тогда он и трубы сами затрубят ответы. Ну а поганые языцы мняху и чая, як Александр царь жив, и ту стоя ждет их. И они не смеют выйти из-за гор, за которыми заклепаны до самого Божьего судного дня, когда и, собственно, должны появиться. Что касается благословения пророка, как заявлено в заглаве моего доклада, тоже, да, это знаменитая, известная сцена, причем сам по себе сюжет, он появляется еще уже достаточно рано и, судя по всему, до псевдоколисвенного романа. Это связь Александра Македонского с Иерусалимом на псевдоколисвеновом романе уже в более такой христианизированной версии. Эпсилон и дальше сербская Александрия, славянский перевод. Это пророка Еремия. В данном случае, по меньшей мере, мы видим несколько вариантов облачения пророка Еремии. Он может быть облачен, как представлено сейчас на слайде, в архиерейское облачение. Более того, в тексте сербской Александрии написано о том, что он в архиерейском облачении встречал Александра. Кажется, какие могут быть еще расхождения, однако нет. Пророк может вполне встречать Александра, как мы видим, и в облачении Иерея. И вообще, чаще всего, без какого-либо облачения, а в хитоне и в гемантии. И, судя по всему, здесь тогда нужно говорить о том, что авторы миниатюр, авторы иллюстрации, они пользуются известными сюжетами, иконографией пророка Еремии, которая к 17 веку, о котором я говорю, была уже достаточно давно разработана, известной для примера из пророческого чина Софийского собора Новгорода, икона 1509 года. То есть, таким образом, могут быть разные вариации. Что касается, возвращаясь к зачатию Александра, глава Орля, Роги, Ризы Василийского, «Крылья и косы из ваты червлены», но совершенно очевидно, что, например, в Клудовском сборнике это совсем не Орля глава, а глава некоторого чудища. Вот что касается чудища, в Александрии хронографической, то есть в Александрии переводной от редакции Беты, которая иллюстрирована в лицевом, летописном своде, достаточно точно описано, как некатанав являлся Олимпиаде, то он надел вкуру вместе с головой овцы, точнее, барана, и с соответствующими золотыми рогами, украшенными златой. Но что интересно, в более поздней, 1620-х годах, рукописи из публичной библиотеки основного собрания рукописной книги F1554, где текст хронографической Александрии, но которая иллюстрирована, там этот самый некатанав, он представлен в виде беса, вполне себе, с крыльями, о которых никакой речи не идет в тексте хронографической Александрии. И, судя по всему, это следует относить к уже обратному влиянию иллюстрации Александрии Сербской на Александрию хронографическую. В чем это еще может проявляться? В частности, это иконография одного из таких важнейших персонажей романа об Александре, коня Александра Буцефала. В данном случае сверху две иллюстрации. Это сцена украшения коня. Сначала Филиппу приводят коня Буцефала. И уже у Ариана описывается, что у Буцефала на бедре есть пятно в виде воловьи головы. Поэтому он, собственно, Буцефал. И это пятно в обязательном порядке прослеживается в иконографии, начиная, ну, по крайней мере, с 10-го, 11-го века. И здесь мы это пятно видим в сербской Александрии. Но в сербской Александрии у Буцефала еще и рог появляется. Он единорогом становится. И вот в данном случае, пожалуйста, есть и пятно, и рог, но в Александрии хронографической. Из чего я делаю вывод, что она испытала влияние иконографии Александрии сербской, а мы говорим о 1620-х годах. Вот сцены с укрощением Буцефала. Ну, условно говоря, поскольку это либо сцена при показа коня царю Филиппу, либо дальше уже, когда Александр скачет на этом коне, на Буцефале, а Филипп иногда с Олимпиадой любуется на своего сына, который укоротил это дикое животное. Кстати, в некоторых иллюстрациях в обязательном порядке присутствует клетка, в которой держится Буцефал. Ну, это описывается в романе, что когда Филиппу привели коня, он не знает, что с ним делать, его никто не может укоротить, тогда его сажают в клетку. Но вот в частности, в иллюстрациях кинегетики псевдоопиана XI века, которые хранятся в библиотеке Мартиана, в стихе о коне, о Буцефале, приводятся сцены, именно касающиеся иллюстрации псевдоколесфенного романа, из чего Вайцман делает вывод о том, что вполне вероятно, эти сцены, они живут отдельной жизнью, эти иконографии живут отдельной жизнью. Это, в общем-то, подтверждается выводами Радмила Маренковича, Андре Грабара и вообще тех, кто занимался южнославянскими списками, о том, что в южнославянских списках там совсем немного сюжетных иллюстраций, но они совершенно не являются характерными именно для текста сербской Александрии. Эти иллюстрации могут быть применимы к любой версии романа Псевдоколесфена, из чего делается вывод о том, что это вполне возможно, то есть вполне возможно отдельное существование иллюстраций от текстов, и дальше на каких-то этапах эти иллюстрации с текстами начинают пересекаться. И самое интересное, что вот по первоначальному сравнению, вот те самые сюжеты, которые я показывал, те 9% сюжетов, которые общие для всех рукописей сербской Александрии, они вполне коррелируют вот именно с такими сюжетами, которые касаются украшения Буцефала, Закятия Александра, штурма Афин, который, оказывается, почему-то очень важен, ну и прочая битва при Иссе и прочее, и прочее. В обязательном порядке это сражение с Пором, бой со слонами и поединок с Пором, это сцены с царицей Канда, и таким образом я могу предположить, что вот загадка такого малого количества общих сюжетов, она как раз заключается в том, что на 90% художник работает с текстом или со знакомыми ему иконографиями, но которые не связаны с Романом и Александром. Вот на 9% художники, да, иллюстраторы, они получали готовый материал, ну скажем, то же самое вознесение Александра, которое известно по многим-многим-многим памятникам и архитектурным, и декоративно-прикладного искусства. И это, в принципе, подтверждается нынешними исследованиями текста сербской Александрии, которые показывают, что, судя по всему, опять же, не было единого протографа у всех списков. Ну, так Антуанетта, Градмерк, Дмитрий Михайлович, Буланин показывают, что, по-видимому, было несколько проникновений текста, нескольких текстов, и, возможно, тоже связанные с иллюстрациями, если они попадали на русскую почву, а так все-таки, скорее всего, они достаточно самобытные, и, в общем-то, да, тут об этом тоже уже и речь шла, что нету связи русских иллюстраций ни с южнославянскими, ни с византийскими. Вот единственная связь, которая может быть, как мне представляется, это сквозные сюжеты, вот связанные с самыми характерными легендами об Александре. Ну, пожалуй, на этом я заканчиваю, благодарю за внимание и буду рад, конечно, вопросам. Спасибо большое, Федор Никитович. Будут ли вопросы? Я рада бы, но все-таки слишком малознакомый материал, чтобы эти вопросы задавать. Да, большое спасибо за то, что познакомили нас. Так, пожалуйста, у нас остался последний доклад авторского коллектива сотрудников Государственного Русского музея Ирина Анатольевна Антропова, Анастасия Ивановна Журавлева, Жанна Аркадьевна Максименко. Два кемских деревянных резных креста второй половины 17 века. Сравнительный анализ конструктивного, пластического и колористического решения. Здравствуйте, видали меня и слышно ли меня? Да, доклад Ирина Анатольевна Денина Анатольевна. Да, Ирина Анатольевна. Всем добрый вечер. Среди большого ставрографического материала одной из самых интересных и малоизученных является группа кемских деревянных поклонных крестов второй половины 17 века. Незначительное по количеству, но уникально по своим характеристикам группу входят шесть сохранившихся распятий, находившихся на территории Кеми и Кемского уезда. Особенностью выявленных памятников является схожая типология. Миконечные, большемерные, резные, живописные. Примечательно, что все кресты имеют надпись даты поставления. Темой нашего сегодняшнего выступления станут два наиболее выразительных креста этой группы, находящиеся ныне при Кемском Успенском соборе. Удивительно, но оба памятника до последнего времени оставались неизвестными специалистами и только начинают изучаться. Первоначальное местоположение обоих крестов неизвестно. Отметим только, что в Успенском храме они фиксируются около середины XIX века. Поиски более ранних сведений о заказчиках, мести и причинах их поставления пока не принесли результат. Вместе с тем, исследования, проведенные нами в последнее время, дают большой фактический материал, позволяющий выявить особенности изготовления распятий, а также сделать некоторые предположения относительно их создания и бытования. Первый крест находится в Никольском пределе храма и представляет собой конструкцию высотой 380 сантиметров. В центральном средокресте расположено резное изображение Христа. Над его головой Херувим, под Голгоф и Град Иерусалим. На концах горизонтальных перекладин медальоны с монограммами, украшенные характерным растительным орнаментом. Под нижней перекладиной располагается вкладная надпись. Утрата элементов резных букв и многочисленные слои разновременной живописи не дают возможности точно определить год поставления. В архивных источниках указан 1653 год. Полиография сохранившихся фрагментов позволяет рассмотреть несколько вариантов. Однако натурное исследование и анализ полиографических особенностей всей надписи, как кажется, позволил нам прочитать следующий текст. Лето 7164 до июля в 20-й день поставлен Си Честный и Животворящий Крест Господень на поклонение православным христианам. Второй крест находится сейчас в часовне рядом с Успенским собором. Крест вкопан в землю, его видимая высота составляет 448 сантиметров. В центральном средокресте изображение распятого Христа под головой резное древо. Под нижней перекладиной расположено изображение града Иерусалима. На концах перекладин медальоны с резными монограммами. С тыльной стороны севая конструкция дублирована деревянным коробом, а также усилена горизонтальной балкой. С двух сторон по нижнему торцу центральной перекладиной сохранилась резная надпись связью. Лето 7168 года, мая во второй день поставлен сей честный и животворящий крест Господень на поклонение православным христианам. Особенностью данного креста является наличие резных молитвенных песнопений, заполняющих все пространство обоих боковых торцов от центральной горизонтальной перекладины до самого низа, по 55 строк с каждой стороны. Несложно заметить, что типологическое иконографическое сходство не вполне соотносится с особенностями резьбы, ордаментального декора, а также колористическим решением, составляющим важные характеристики художественного образа. Поводом для сравнения распятия послужил не только тот факт, что оба они связаны с Успенским собором, одним из самых известных памятников деревянного зодчества Беломорской Кореи, но и сходство резных вкладных надписей, идентичных как по своей формулировке, так и по полиографическим признакам. В сравнении летописных букв на обоих крестах очевидно совпадение, на основании которых можно предположить, что их резал если не один человек, то мастера, принадлежавшие к одной и той же графической традиции. Прежде чем перейти к сравнению памятников, заметим, что сохранность креста из Никольского предела существенно отличается от креста из часовни. Предельный крест не имеет значительных утрат за исключением небольшого фрагмента дерева справа от Херувима и частичные утраты текста в отличие от второго креста, у которого отсутствуют нижняя перекладина и две вставки по сторонам рук креста. Почти утрачено изображение Иерусалима внизу. Также разницу можно отметить и в сохранности полихромной разделки. Стратеграфия и химический анализ отобранных с креста в часовне проб дает возможность определить лишь ряд поздних попыток понавлений до трех слоев в отдельных случаях. А в пробах из креста из предела прослеживаются попытки проведения реставрационных мероприятий. Это наличие слоев партийного связующего поверх утрата авторского красочного слоя или поздних записей, вставки композиции на основе воскомасляного связующего, позднее золочение до пяти слоев записи. Кресты имеют традиционную и схожую по своему строению конструкцию. Оба состоят из квадратных сечений центральной вертикальной балки и трех поперечных перекладин, скрепленных глубокими пазами выбранных почти до середины бревен. Несмотря на существенную разницу в высоте, там получается около 70 сантиметров, соотношение вертикальных и горизонтальных балок также схоже. Две верхние перекладины сильно подняты наверх, наклоненная нижняя основание, благодаря чему расстояние между средокрестьем и нижней перекладиной несоразмерно вытянута. Особенностью конструктивного решения обоих крестов является отдельно вырезанное небольшое распятие с фигурой Христа, вставленное в специально подготовленный по размеру паз. Само распятие выполнено из трех частей, руки и фигура. У распятия на кресте из часовни под эти детали сейчас подложено дополнительное основание для увеличения общей толщины, скрепленной металлическими скобами, что хорошо видно в утратах. Однако сказать, является ли этот принцип первоначальный, как и определить, каким образом соединены между собой элементы другого распятия, пока невозможно. Важно отметить, что совпадает не только конструктивное решение, но и материал. Основы обоих крестов выполнены из сосны, когда как небольшое распятие с фигурой Христа и в том, и в другом случае береза. Рассмотрим внимательно фигуру Христа, выделенную самым высоким рельефом. На первом кресте рельеф до 5 см, на втором до 6 см. Соотношение раскрытых рук и высоты фигуры Христа на обоих крестах вписываются в идеальные пропорции человеческого тела. Примечательно, что фигура Христа на первом кресте крупнее, чем на втором, несмотря на меньшую общую высоту Христа. Фигура Спасителя на первом распятии изображена без провисания, имеет строго фронтальное положение с преувеличенно крупными раскрытыми ладонями, направленными строго в разные стороны. Голова слегка склонена к правому плечу. Лег Христа продолговатый с прямым ровным носом и крепко согнутым ртом. Пряди волос, спадающие сплечь Христа имеют жесткий контур без скругления и моделировки. Контур бороды, выполненный в той же манере, продолжается с двух сторон овала липа, включая виски. Пластическая проработка тела Христа с рельефно выделенным анатемическими особенностями сглаживается живо. Обедренная повязка, завязанная в центре узлом и драпировка симметрично уложенных складок, практически не изменяет линию стройной фигуры. Изображение Христа на втором кресте исполнено в другой пластической манере. Иконографический извоз здесь более традиционный. Фигура имеет легкий изгиб, линии раскрытых рук изогнута, кисть с небольшим наклоном вниз, голова сильно исполнена к правому плечу. Закрытые глаза и надбровные дуги выполнены уверенным движением. Борода моделированы неглубокими параллельными линиями, раздвоение на конце бороды возможно сделано позже. Волосы проработаны более глубокими плавными линиями. Анатомические особенности тела Христа отличаются большей графичностью и строятся с помощью прорезных линий, а не пластики. Интересны декоративные узоры на бедренной повязке спасителя, вырезанные в технике неглубокой цировки и напоминающие геометрические тисненные орнаменты. Обратим внимание на более плоскостное решение драпировки ткани без объемных складок. Отличающееся пластическое решение резьбы фигуры второго креста может свидетельствовать об ином иконографическом источнике и возможно говорить об использовании других технических и художественных приемов, имевшихся у создававшего его мастера. И в этой связи показательной является орнаментальная резьба. Прежде всего обратим внимание на монограммы в кругах, которые на первом кресте вырезаны в плоскости основного объема, а на втором были съемными и вставлялись в специальные пазы, где фиксировались дополнительными гвоздями. Отметим, что монограммы и их декор отличаются между собой и внутри одного креста. Так, верхние медальоны с надписями царь и славы проще по исполнению, чем украшенные центральные монограммы Иисус Христос. Это замечание справедливо для обоих крестов. Важно и то, что в центральном перекрестии и в том и в другом случаях кресте вписан в круг, а во втором накладывается сверху и выходит за границы внутреннего обода медальона. Кажется, что ажурная резьба второго креста, явно восходящая к новгородским образцам, существенно отличается от упрощенно грубоватой формы первого. Вместе с тем заметим, что орнамент букв второго креста состоит из отдельно вырезанных и разнонаправленных извивающихся трелестников, соединяющихся в единый узор. Монограммы первого креста украшают те же трелестники, только единичные и вырезанные на толстом стебле более схематичные. Орнамент на обоих крестах используется не только в медальонах. На кресте 1660 года изящная невысокая резьба встречается на монограммах место лобное райбыст, голова адама, а также на корнях древа. На первом кресте крупные стебли с трелестниками на нижней перекладине перестают быть орнаментом исключительно медальонов и проникают другие композиции «Град Русалим» и вкладную надпись. Отдельного рассмотрения требуют изображения «Града Русалима», имеющиеся на обоих крестах. На первом он располагается сразу под голгофой, на втором помещен внизу под наклоненной перекладиной, что повлияло на сохранность резьбы и живописной разделки. Принимая во внимание разницу в деталях, мы все же полагаем, что изображение небесного Русалима на обоих крестах подходит, если не к одному источнику, то к близким образцам, на что указывают схожие размеры, пропорции, архитектурная композиция и характер изображения. Как уже было отмечено, оба креста имеют большое количество поновительских записей, поэтому визуальное сравнение авторского колористического решения памятников на сегодняшний день невозможно. Однако отбор проб, произведенный на месте во время экспедиционного выезда в Кейм и их изучение в лабораториях Русского музея позволили определить важные технологические особенности живописи. Так, в результате исследований выяснилось, что первоначальный слой живописи на основе протеинового связующего в обоих случаях лежит на древесине без грунта. Различается способ наложения металлизированного покрытия. Обнаруженное листовое серебро на буквах и ободках медальонов на первом кресте положено прямо на основу без грунта, тогда как в медальонах второго креста металлизированное покрытие лежит на тонком слое на основе свинцовых белил и протеинового связующего. Отличалась и основная колористическая гамма обоих крестов. Если основным цветом первого креста был синий на основе меди, то второго железосодержащий красный пигмент. В обоих случаях присутствуют колористические смеси на основе часто встречающихся пигментов свинцовой белой, свинцовой красной сурик, охор, киноварий, угля. Отметим тот факт, что во втором кресте из синих пигментов использована только индига, которого в авторском слое первого креста не обнаружено. Завершая выступление подведем некоторые итоги. Два поклонных креста из Успенского Кемского собора могут рассматриваться как авторские произведения, созданные разными мастерами с ярким индивидуальным почерком. Несмотря на сходные архитектурные конструкции, набор художественных и технических средств, применяемых при их изготовлении, кресты не выглядят ни прямыми повторениями какого-то общего прототипа, ни копиями друг друга, хотя и несут следы использования близких иконографических образцов. Второе. Технологии изготовления как самих крестов и их съемных частей, так и живописный и металлизированный разделок говорит о схожем алгоритме работы, что с учетом небольшой разницы во времени поставления, то есть четыре года, и идентичной вкладной надписи может указывать на создание крестов в одной мастерской. Третье. Принимая во внимание использование не только живописи, но и металлизированного покрытия, в нашем случае серебра, а также уровень мастерства резчиков, прекрасно владеющих всеми видами резьбы, предполагаем, что оба креста создавались по заказу состоятельных вкладчиков. Нельзя исключать, что заказчиком мог выступать и Соловецкий монастырь, владеющий во второй половине 17 века Кемским воротком. Вместе с тем, данных, что это были именно Соловецкие мастера, у нас пока нет. Сказанное об уровне исполнения крестов также может свидетельствовать о месте поставления. Это мог быть монастырский двор, Успенская или Никольская церкви, известная в это время по архивным документам или специально построенная часовня. Исследование Кемских крестов только началось, но уже сейчас оно позволяет расширить наше представление о раннем малоизвестной яркой художественной жизни, существовавшей в середине второй половины 17-го столетия за территорией Карельского Поморья. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Будут ли вопросы? Если можно, один вопрос. Да, конечно. Вопрос вот какой. Вот эти изображения Иерусалима в нижней части крестов, они где-то еще зафиксированы в аналогичных произведениях? В смысле вы имеете ввиду в предстах? Да. Я не нашла. Спасибо. Если позволите, тоже короткий такой технологический вопрос. Чем объясняется использование разных пород дерева? Хотела бы я вам сказать стопроцентной уверенностью, чем они отличаются. положение тогда. Мы, знаете, у нас получается, я с этого начала, у нас получается шесть крестов, и из них три имеют вплодные распятия, это еще вот один крест из Музерского монастыря, и у них у всех разные породы древесины. Мы... я могу добавить, как реставратор. Дело в том, что для крупных крестов, для основы крестов использовалась сосна, это было более предпочтительнее, а для того, чтобы вырезать мелкие фигуры, достаточно мелкие по размеру, использовалась либо, в данном случае, либо тополь, у нас есть варианты применения тополя, либо береза, потому что это дерево подходит, потому что эта древесина больше подходит для такого рода резьбы. это чисто технологическая история, она, в общем-то, повторяется не в одном кресте, мы уже там шесть, по-моему, ну, три точно, да, но и это объяснимо с технологической точки зрения. Но мы пока не влезаем в символическое объяснение, хотя, в общем-то, его тоже можно сюда. А допускаете, да, что оно может быть? Ну, лучше, конечно, было бы три породы дерева. Ну, да, 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 согласно доказанию о быстинном кресте. Ну, вот в Мойзерском кресте как раз три породы дерева, и мы так как бы настраивались, что и в Кемских нам получится, скажем, медальоны в другом дереве найти, тогда мы были бы абсолютно счастливы, но нет, пока два. Технологическое объяснение самое логичное, и первичное, наверное. Я думаю, что да. Спасибо большое. Будут ли еще вопросы? Нет вопросов. Тогда, если вопросов нет, то, дорогие коллеги, те, кто смог участвовать в нашем заседании до самого конца, я предлагаю обсудить те доклады, которые были у нас во второй части дневного заседания. Первый доклад Александра Сергеевича Преображенского об эконографической программе алтарной росписи Смоленского соборного девичьего монастыря. Можно я начну себя обсуждать? Это интересно. Просто дополнение в ответ на вопрос, даже два вопроса Ирины Александровны. Тогда я боялся потерять время на это. Сейчас могу сказать. Что касается ассиста присутствующего или отсутствующего на изображении Богоматери о Дегитре. Я повторяю, что этот вопрос надо проверить. Вообще состояние сохранности этого изображения после расчистки не слишком хорошо. Но дело в том, что есть все-таки списки Смоленской, которые познаются по вполне конкретным признакам, в том числе по этому характерному отогнутому пальцу левой длани Богоматери, без ассиста на мафоре. В том числе довольно ранние списки, такие как икона из Горицкого монастыря на Шексне, находящаяся в собрании Киево-Владерского музея-заповедника. И вопрос насчет царского места или царских мест Маленных. Я понимаю, что это, конечно, суждение, даже гипотеза весьма спорная, но я, во-первых, вспомнил монастырский храм, где царское место таки было, и это Ипатийский монастырь в Костроме, что, в общем, неудивительно, только это, естественно, уже эпоха династии Романовых. Вообще, даже в кривейческой литературе писали о том, что чуть не Михаил Федорович после венчания на царство его туда прислал. Я думаю, что его изготовление связано с строительством существующего Каменного Троицкого собора и с эпохой Алексея Михайловича. Так или иначе, ситуация, в общем, сходная. Монастырь, теснейшим образом, связанный с судьбой династии и его собор, который не просто одно из многих царских богомолей, а все-таки что-то особенное для этого семейства. А второе, я этого не объяснил в процессе доклада, собственно, в чем там дело? Дело в том, что есть все-таки определенный род статистика. Когда мы видим роспись столбов в том или ином храме и вдруг на одной из грани случается какой-то перепад уровней, то это подозрительно и в вероятности случаев это как раз легко объясняется наличием маленного места, которого сейчас нет. В Благовещенском соборе Кремля изображение Константина и Елены приподнято сильно относительно соседних фигур святых воинов на других границах. В Суздале приподнято полотенце и ниже Дейсус, который должен был выходить уже в само маленное место в его пространство. Только это было маленное место архиерейское, видимо. В Вологде тоже нет на этой грани святого воина или князя, а есть опущенное вниз изображение Христа Великого Архиерея. Вот там уже и сюжет сразу говорит о том, кто здесь должен был стоять. То есть, возможно, разные случаи, разные ситуации. Можно было поднять или опустить композицию, но вот этот сбой в обычном таком нормированном распределении регистров в таких случаях является показателем. Но я думаю, что это в данном случае могло быть, хотя, естественно, нужно бы проверять, но будет ли такая возможность, я не знаю. Спасибо большое, Александр Сергеевич, за автокомментарий. Будут ли еще желающие что-то сказать? Мне хотелось бы сказать, что действительно Александр Сергеевич представил, на мой взгляд, очень интересную и убедительную картину и, конечно, сам отметил в своем докладе вот этот уникальный случай, это сочетание, скажем так, во-первых, святых предстоящих, связанных с разными династиями, соответственно, с ушедшей уже к тому моменту династией и с новой династией, которая так и не продолжилась. И, кроме того, сочетание живых и уже скончавшихся, ну, естественно, самих живых скончавшихся небесных покровителей, мне кажется, что действительно каких-то аналогий к такому сочетанию тоже нет. Может быть, кто-то меня поправит. По крайней мере, вот это то, что запомнится уж точно из этого доклада. И большое спасибо за такой подарок. Если больше желающих ничего сказать нет, то тогда давайте попробуем перейти к следующему выступлению. Софья Николаевна Аитова, лицевые рукописи, повествовательные циклы в иконах. Есть ли желающие что-то сказать на эту тему? Ну, может быть, я только хотела бы отметить, что нужно немножечко внимательнее посмотреть датировки, потому что они слишком широки для многих вещей. Их можно вполне сузить. Ну, то, что так я запомнила и бросила с глаза, это, например, икона Эскаргополя. Она точно может датироваться около 1562 года по времени основания собора. Потом промелькнула икона воскресенья Сашистой Ват из Иеруславля. Ну, как-то конец 16 века для такого памятника кажется очень поздно. Это явно третья четверть и не самая последняя ее часть. Ну, и в целом мне показалось, что вот эти широкие датировки, они не способствуют уяснению того, какими темпами шло так или иначе нарастание этого нарратива. Ну, вот, собственно, главное. Спасибо большое, Ирина Исановна. Есть ли еще желающие что-то сказать? Мне показался доклад очень содержательным, но, на мой взгляд, следовало бы, может быть, более акцентированно давать выводы, потому что докладчик пытался явно уложиться в регламент и большое спасибо за то, что уложился, но, конечно, хотелось бы какие-то вещи услышать более акцентированно так вот на будущее, если, возможно, я бы дал такой совет Сави Николаев. Анна Ивановна Грибкова. Житийный цикл преподобного Савы в росписи предельной церкви Рождественского собора Савина-Сторожевского монастыря. Есть ли желающие что-то сказать? Тут, наверное, мне нужно тоже сделать комментарий, потому что, чтобы прояснить положение дел с датировкой, естественно, как все могли заметить, живописи 17 века сейчас в тех сценах, которые Анна Ивановна показывала, нет. Но тут есть система аргументов, которая позволяет все-таки говорить о том, что эти сцены были и что их не в 19 веке придумали. аргументов следующие. Во-первых, роспись древняя там была. И в других компартиментах предела и в соседних участках галереи все-таки связь двух слоев прослеживается. Во-вторых, и в главных, это часть более крупного ансамбля, к которому относится роспись самого собора, и там точно можно говорить о том, что понавители 19 века следовали иконографии 17 века, и более того, некоторые части этого слова 19 века, они уводят нас еще в 15-й, потому что там появляются такие комбинации сюжетов и фигур, которые даже для 17 века уже были бы арханикой, но часто это касается роспись дьяконника, где когда-то был Никольский предел еще в 17 веке исчезло, что это касается росписи жертвенника и так далее. Когда попадаются действительно такие вот вставки 19 века, сделанные во вкусе 19 века, они обычно резко вываливаются, там есть такие места, резко вываливаются из этой системы. И, собственно, периферий на этой зоне, то есть в пределе в галерее признаков какого-то творческого вмешательства, скажем так, мастеров-полишан второй половины 19 века как-то незаметно. И поэтому, как раз, привлекая житейные иконы и житейную пельну, можно сделать вывод, естественно, не может считаться доказанным на 100%, может быть, даже на 80%, но тем не менее, вывод о том, что все-таки это памятник средневековой традиции, а не реконструкция 19 века, основанная на цикле житейных икон той же самой пеленной. Логика такая. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Я просто предлагаю переформулировать, если будет статья, немножко заголовок. Это можно было. Да. Так, спасибо. Будут ли еще желающие выступить? Нет. Тогда следующий доклад Федор Никитич Василова «Сон царя, богословитель и пророк и миниатюра русских рисовых списков Сербской Александрии». Есть ли желающие что-то сказать? Можно я спрашиваю? Да, да, пожалуйста, конечно. Спасибо большое, Федор Никитич, за доклад. Интересно было со всех точек зрения, и с филологической даже, и очень интересно было посмотреть на такие разные варианты. Я хотела бы спросить об иконографии вот этого сербской редакции Буцефала, то, что он изображен в качестве такого единорога Индрика. Это находит какое-то отражение в других рукописях, и не связано ли это, собственно говоря, с непосредственной этимологией Буцефала, как бы кефалус, то есть бычеголовый, отражено ли это может быть где-то в греческих, или может быть в каких-то ближневосточных переводах, то есть может быть это отражено в иконографии в связи с этим. Это просто как-то удивительно. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Тут видите, в чем дело, когда мы говорим про сербскую Александрию именно по поводу этого рога, мы ориентируемся на текст. А текст сербской Александрии, самый для нас древний памятник русского перевода, это Ефросиновский список конца 15 века, он точно датируется 1491 год, 90-й, и соответственно южнославянские списки, древнейшие утраченные из-за бомбардировки Белграда в 1940 году, но вот если я правильно помню, Милос Житкович как раз на конференции актуальных проблем истории искусства выступал, но это было лет, наверное, 6, может, 8 назад с этими сюжетами. Там в тексте написано, что у него свился рок межушима, вырос рок между ушами, про бычью голову в данном случае нет никаких связей, вот бычья голова у него на бедре, и это совершенно четко, и про это бедро мы знаем, начиная от Ориана, там это все пишется, я проверял по греческой редакции Альфа, самый старый, там вот это все есть, а рок появляется вероятно в какой-то момент развития текста романа, ну вот Афанасьева и Капальда в рецензии на труд Маренкович, Маренкович специально занималась южнославянским текстом Александрии Серпской, писала о том, что вероятно была какая-то греческая промежуточная редакция, но честно сказать, хорошо было бы, и я себе это запишу, проверить по среднегреческому тексту, такой там есть роман Филада об Александре Македонском, но он совершил это средневековый греческий, что-то вроде народной такой истории, может быть там что-то филологию, а главное, что кроме сербской Александрии я нигде не встречал подобную иконографию, чтобы у Буцефала обязательно был рог, и поэтому я делаю вывод, что когда мы его встречаем в хронографической, это влияние уже сербской Александрии идет, по крайней мере в ней это точно отражается, а там, где у нас это не подтверждается текстом, значит, это идет влияние изображения. Спасибо большое, что нет, если там действительно написано свися рог, это правда, он там просто жеребят, да-да, нет, это интересно, это действительно подтверждается текстом, спасибо. Спасибо большое, есть ли еще желающие что-то сказать? Нет, я только поблагодарить хотел Федора Никитича, проблематика действительно, мягко говоря, не всем знакомая, но очень важная, в том числе потому, что она позволяет изучение этого всего систематическое, мы имеем дело именно с таким подходом, позволяет понять механику создания таких иллюстративных циклов, и вот все эти глобальные вопросы текста и изображения, изображение и текст, это вот красоно, очень важно, спасибо. Если бы большое, это очень интересно услышать, спасибо. Я хотел, если можно уточнить чуть подробнее, может быть, вы это говорили, я недостаточно расслышал, как выделялись вот эти группы, о которых вы говорили эти редакции, вы на текстологические какие-то признаки смотрели в первую очередь или на миниатюры, что в вашем случае было первично? Спасибо. Ну, тут я пытался проводить исследование комплексное, потому что, конечно, когда мы говорим про иллюстрации, тут текст очень важен, но, если уж честно признаваться, да, конечно, я глазами, когда насматриваю, я вижу, а, вот, похожий сюжет, и начинается все, конечно, с изображения, с миниатюры, похожий сюжет, похожая иконография сюжета, и дальше по похожим иконографиям смотришь уже, ага, это совпадает с текстами, и таким образом получается несколько этапов, ну, вот такой верификации, разделения на группы. Текст, иконография, иконография вплоть до мелких деталей, которые могут разниться, ну, как я это показывал в сценах, там, начатия Александра и прочее, прочее. Но первично, конечно, это изображение. Дальше уже идет текст, и когда они совпадают, вот тут уже что-то получается, когда они совпадают, именно поэтому появились рукописи, которые я не могу отнести ни к одной из групп, потому что понятно, что текст, изображение вот в таких случаях копируется почти одновременно. Речь ведь идет не о памятниках первой величины, да, каких-нибудь совершенно замечательных, когда работают писцы посольского приказа, или там, оружейные палаты и прочее, и прочее. А здесь вот достаточно провинциальная же вещь, но вы это все видели, во многом, есть некоторые, да, если серьезные, но в основном провинциальные, поэтому, конечно, здесь близкая работа писца и художника, значит, что, ну, это все вместе изучается. Да, и еще один уточняющий вопрос, так вот, короткий, а есть ли какая-то перспектива выявления схемы распространения этих редакций, может быть, связи с какими-то конкретными скрипториями, художественными центрами в перспективе, или уже сейчас что-то понятно, или не получится это понять? Нет, как всегда, в науке мы будем стараться. Вот, а что касается конкретно вот сейчас, я могу сказать, что, ну, поскольку мы знаем о памятнике, это Петровская Александрия, так называемой в библиотеке Академии наук, как мне представляется, я нашел ее черновик, и он создавался, ну, там по бумаге видно, бумага одного сорта, судя по всему, в том же посольском приказе в 17 веке, то есть при Артамоне Сергеевиче Матвееве, да, то есть это 70-е годы, он создавался там же в посольском приказе, это Москва. Дальше, что касается других рукописей, ну, здесь, я просто боюсь, что я сейчас могу очень далеко уйти и всех задержать. Да, здесь есть некоторые исследования и коллег из ГИМа, которые показывают, куда можно, ну, по крайней мере, там, по каким признакам можно относить появление рукописи центру к Москве или наоборот дальше. Но, когда мы говорим про поздние рукописи, 18-19 века, там есть несколько, это, конечно, уже старообрядческие центры. Вот, другой вопрос, что у всех у них провинанс очень сложный. И многие из них в очень плохом состоянии, вот именно без первой, без последней тетради, без переплетных листов, оригинальных, где должны были сохраняться владельческие записи, то, что позволяет проследить историю рукописи. Хорошо, спасибо. Спасибо. Да, просто хотел спросить уже в связи с ответом на вопрос, когда вы сказали, Федор Никитич, что провинциальные рукописи, они действительно все, кроме там, Петровской, провинциальные в географическом смысле или провинциальность может быть, скорее, социальной в каких-то случаях? Я бы сказал, что и то, и другое, Александр Сергеевич, потому что есть памятники, ну вот как Дублинская Александрия, где исполнение совершенно провинциальное, а тем не менее видно, что копии делались с очень хороших оригиналов. Мне кажется, это просто такой тип, такой поток пустой книги, который локализуется в определенной социальной среде и требует привлечения соответствующих сил, не самых умелых. И меньше затраты усилий, даже от хороших художников. Ну да. Что касается географически, то это вот поздние рукописи, конечно, они вряд ли производились в Москве, опять-таки это старее всего старообрядческие центры, но они связываются с ними, по крайней мере, вот по тем владельческим записям, что можно найти. Ясно. Спасибо. Спасибо. Если еще желающие что-то сказать, нет, да, тогда о последнем докладе Ирина Анатольевна Антроповой, Анастасия Ивановна Журавлевой и Жанна Аркадьевна Максименко. Два кемских деревянных креста второй половины 17 века. Если желающие что-то сказать. Я просто хотел сказать, что это совершенно откровение. Внезапно два великолепных памятника, да еще датированных и неплохой сохранности, прямо скажем, просто публиковать очень нужно и важно. И что касается изображения Иерусалима, то мне сразу вспомнился Ольгин крест в Апскове. Он не резной, живописный, но там внизу изображение города в пейзаже с храмом, с крестом на берегу реки. Наверное, хотя возможно, что это может все проецироваться и на Псков, в том числе на Псков из видения Ольги, но тем не менее, видимо, исходно-то это образ Иерусалима. И вероятно, это была традиция, которую мы просто мало знаем, потому что мало сохранилось в таких поклонах крестов, что живописных, что пластических. Но мне кажется, что Ольгин крест надо будет учесть, если планируете дальше заниматься с этими памятниками. Да, что они как-то растут, знаете, они на самом деле радостью поделюсь. Они за два года появились. То есть мы знали мудерское распятие, и вдруг за последние два года у нас появилось четыре роскошных датированных креста, полихромных, большимерных, и это, конечно, фантастика. Мы сами, я вам скажу, мы сами в большой какой-то ажиотации находимся. Вполне понятно. Прекрасно. Ну, лосца и зверь бежит, как известно. Я хочу спросить про вот эти поклонные кресты и функцию их удивительную совершенно, потому что, во-первых, поклонные кресты с распятием, это, ну, наверное, какая-то удивительная совершенно традиция. И, кроме того, вот вы говорили о том, что кресты поставлены на поклонение, но поклонный крест сам по себе у него немножко другая функция вообще в народной культуре и в фольклоре. И даже, ну, и в таком народном православии, он не ставится в монастырском дворе или там в Успенском соборе. То есть, собственно говоря, что за функция такая на поклонение? Вот этот крест, потому что поклонный крест, как вы понимаете, это крест, который стоит вне пределов церкви. Это скорее вообще крест, который относится как раз к народным обрядам. Ну, вот удивительно, вот удивительно, и пока тут много у меня, так сказать, всяких мыслей по этому поводу. Какая-то вот нащупывается традиция поморская, связанная с Соловецким монастырем, потому что еще один крест на поклонение в Сумском посаде известен, не, два известны, один просто из фотографии, и он тоже на поклонение, и он тоже датированный. И вот эти кресты, я почему считаю, что это возможно, Успенская церковь для нее была поставлена, потому что, во-первых, то, что сейчас стоит, это, понятно, не так важно, потому что храм поздний, позднее, чем кресты, вот, но они роскошные по созданию своему, и они, ну, я не могу представить их на улице, вот в том поклонном состоянии, про который вы говорите, это другая какая-то история, и она пока у меня не очень врисовывается, я вам скажу честно, но вот эта формулировка на поклонение на всех крестах, на всех крестах, и локализация в районе Поморья, это, получается, Беломорская, ну, Успенская посадка, не очень Беломорье, но это тоже Поморье, такое, Соловецкое Поморье, сейчас, вот, как-то так, пока у меня так, вот, и они все либо в часовне, вот как музейское распятие, либо как сумской, сумской крест, это часовня при церкви, то есть все равно локализация, ну, в смысле, все равно около церкви рядом, это не то, что вот там где-то на берегу реки, или вот вся эта другая история, поклонная там около дороги, и так далее, это вот все-таки с храмом связано, очень близко они стояли рядом, но пока я вам скажу, что я в поисках ответа, почему. Спасибо, очень интересно, было бы интересно, если бы вы что-то нашли, да, такую историю, да, я очень хочу найти, да. Вот такая сфера, где вроде бы с одной стороны все просто, с другой стороны все сложно и неуловимо, вот, и традиция, это все-таки не только, если мы говорим о крестах, вообще не обязательно с резанными распятиями, она есть и на Волхове, кстати, есть каталог, по-моему, резных крестов, приватных. Да, дело в том, что они, понятно, что я, я их, эти кресты, эту группу, как бы, и так вот выделяю в шесть крестов, и я их, понятно, что я между собой сравниваю, и понятно, что я их сравниваю со всеми другими крестами, поклонными, большемерными, которые я знаю, они какие-то в этом смысле не такие, и связывать вот с этой ладожской традицией приволховья, которые, которые, из книжки прекрасно изданы, это вот как-то не наш вариант, вот как-то не про то немножко. А что касается, да, простите. Не-не-не, все, я закончила. Что касается этой фразы на поклонение, как она там звучит, точно, на поклонение, на поклонение, а дальше? Православным христианам. Ну, вообще-то, этот оборот и бывает в хладных надписях на иконах новгородских, в том числе, и даже я буду выводить на всякие такие надписи. В общем, в любом случае, у меня пока на сегодняшний день ощущение, что, во-первых, это какая-то, при том, что это опять-таки резные кресты и все остальное, вот очень-очень много аналогий с иконами и очень много аналогий с у меня пока внутренних таких собранных, связанных с вкладными крестами, небольшими, серебряными, какими-то, вот, какими-то, какой-то, господи, декорцины утвари, вот как-то вот в ту часть. Они не простые, они такие вот, ну, я не знаю, я, я хочу в гигом восторге. Ясно, да, остается пожелать вам успехов в дальнейшем. Общение с этими памятниками чудесно. Спасибо вам. Спасибо большое. Есть ли еще желающие сказать? Да, я вот хотел спросить про возможную степень сохранения этих крестов, то есть вот Моизерские, эти два креста, мне вот, я год назад их видел, но они в таком глухом месте, на острове, посреди реки, как бы, и условия хранения, соответственно, как бы, ну, надручающих довольно сложно там создать, а вот эти вот кемтские кресты, они близко к населенке находятся, как бы вообще там? Ну, они находятся, один крест находится непосредственно в Успенском соборе, второй крест находится, по-моему, в 10 метрах в часовне при Успенском соборе, конечно, их нужно укреплять, конечно, сейчас батюшка, он, мне кажется, или я там, я надеюсь, что он как-то понимает про уникальность этих памятников, и на самом деле, поскольку Успенский собор принадлежит соловкам, собственно, монастырю, собственно, церкови, то мы можем только через батюшку как-то с ним говорить, сохранять, объяснять, укреплять и так далее. Как-то вот очень, пока очень аккуратно, но вот так, чтобы мы приехали, все решили, такое не получается. Поэтому мы очень, с одной стороны, надеемся, а с другой стороны, ну как-то очень переживаем. Ну да, просто вопрос сохранения, меня поразила та фотография, которая вошла в первой, там где вот Моизерские кресты были, потому что сейчас Моизерские кресты выглядят ужасно без вставных этих рейс круговых, без голов и иконы, как бы вообще непонятно, это где-то хранится. Конечно, это хранится в Русском музее, и про это вот как раз мы с вами да, да, Евгений Сергеевич Смирнов в 61-м году, увидела этот Моизерский крест, вывезла все резные детали из него, одна деталь хранится в Петрозаводске, значит, все остальные у нас, поэтому мы начали реставрацию, да, начали раскрывать, они там потрясающая полихромная живопись, ну просто замечательная, иконописная такая технология изготовления этого креста, вот, и мы начали с нее и вот докопались до кемии, в самом деле, вот, а что касается сохранения в Моизерском, это, к счастью, с одной стороны, там все-таки его немножечко окормляют и приводят в порядок, реставрируют, а с другой стороны, вот, если у нас такое получится, не знаю, мы как-то говорили про этот проект, что какую-то бы сделать такую реконструкцию и вставить, копию сделать, да, детальных рагментов, которые в русском музее и поставить там, потому что, ну это очень, с одной стороны, эффектная история, а с другой стороны, я не знаю, кому она нужна, там только половники и только смелые, кто туда добирается, это, в общем, такая история, но на самом деле, счастье, что они сохранились. Будет остальное топ? Ну мы да, вот да, мы планируем выставить их на выставке, северная выставка планируется, русском музее, через несколько лет, там попробуем выставить весь комплекс, у нас в русском музее 14 фрагментов этого пристава. Спасибо большое. Спасибо. Так, есть ли еще желающие выступить по результатам сегодняшних двух заседаний, может быть, что-то еще накопилось за это время какие-то мысли. Александр Сергеевич, есть что сказать? Ну, мне кажется, что, хотя нас осталось немного, но те, кто высидел весь день, думаю, должны были получить для себя большую пользу. Я лично получил. Хотя жалко, что это взумно, но с другой стороны мы смогли пообщаться, не приезжая в Москву из двух столиц и так далее. Но я хочу просто напомнить о том, что древнерусской секции конференции не исчерпывается и те, кому интересно искусство православного мира, восточно-христианского мира, могут еще поучаствовать в работе других секций восточно-христианскому искусству, искусству в Византии и Балкан. Смотрите программу, там все это есть. И завтра, и послезавтра. Спасибо. Мы можем всех поблагодарить за участие и должны. Надеюсь, что через два года сможем очно встретиться в Санкт-Петербурге и продолжить разговор о древнерусском искусстве. Итак, если больше нет никаких суждений, то тогда мы заканчиваем это заседание. Всем большое спасибо за участие. Всего доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok